Описал я книгу в Париже в начале 1936 года, писал под шум демонстраций. Борьба разгоралась. Теперь я твердо знал, что ни приключись, какими бы мучительными ни были сомнения, не в правоте идеи, а в разуме людей, стоявших на командном посту, нужно молчать, бороться, победить. В конце марта я отослал рукопись в знамя. А 7 апреля в испанском городе Овиедо я разговаривал с горняком Сильверио Кастаньоном. Он рассказывал о боях 1934 года, о погибших товарищах, о пытках. Бесконечно далекими казались мне и борьба с формализмом, и листочки рукописи, и парижская комната с книгами на полке, с трубками на стене. Кастаньон писал стихи и на суде удивил военных судей эрудицией. Цитировал Маркса, Канта, Кальдерона, Гего. Судьи одобрительно кивали головами, но приговорили горняка к смертной казни. Он был председателем революционного комитета в шахтерском поселке Турон. Исполнение приговора, однако, откладывали с одного дня на другой. Я спросил Кастаньона, сколько времени он ждал смерти. Он ответил, 15 месяцев. Только я ждал не смерти, а революции. Потом он прочитал свои стихи и вдруг сказал, разводя руками, «Жизнь у человека одна». Я внимательно посмотрел на него и увидел, до чего он молод. Детское лицо. Вернувшись в сырую мрачную гостиницу, я долго не мог уснуть, ворочался, думал. «Нет, жизнь не одна. Заодно приходится прожить не одну, не две жизни, а много. В этом, кажется, вся беда, но и все счастье». Мне трудно сейчас описать Испанию, что далекую весну. Я пробыл в ней всего две недели, А потом, в течение двух лет, видел ее окровавленной и стерзанной. Видел те кошмары войны, которые не снились гойе. В распри земли вмешалось небо. Крестьяне еще стреляли из охотничьих ружей, а Пикассо, создавая Гернику, уже предчувствовал ядерное безумие. Я вспоминаю огромные арены, предназначавшиеся для боя быков, заполненные десятками тысяч людей, рабочими в кепках, крестьянами в широких шляпах, женщинами, повязанными платками, гончарами, сапожниками, мастерицами, школьниками. Я увидел на подмостках Рафаэля Альберти. Он никак не походил на Маяковского, у него был облик нежного мечтателя. Еще недавно он писал лирические стихи, теперь он читал романс эра современности. Стихи проносились по толпе, как ветер по купам деревьев, и люди, взволнованные, выбегали на улицу. У молодых социалистов были кумачевые рубашки, у комсомольцев синие с красными галстуками. Отворачивались священники, старухи в ужасе крестились, буржа пугливо озирались, фашисты стреляли из окон, яркое солнце сменялось тяжелыми лиловыми тучами. То было необычной для Испании весна. Чуть ли не каждый день падали шумные ливни, и рыжая земля костили и ослепляла зеленью. Бог ты мой, сколько я слышал радостных возгласов, замечательных проектов, клятв и проклятий. Помню на рабочем митинге в ассурийском поселке Мьерос, старый шахтер с длинным узким лицом, приподняв рудничную лампу, сказал, «Три тысячи товарищей погибли, чтобы фашистов больше не было. Их и не будет. Будем мы. И ничего больше, испанцы». В Авиедо я увидел развалины университета. Люди говорили, как старый шахтер, «Нет, это никогда не повторится». В поселке Сама Фернандо Родригес повел меня в народный дом. Там усмирители в 1934 году пытали и убивали повстанцев. На стенах были пятна выцветшей крови. Сохранились имена расстрелянных, нацарапанные ногтем. Фернандо Родригес рассказывал, «Меня подвешивали за руки и тянули за ноги. Они называли это самолетом. Лили на голый живот кипяток, потом ледяную воду. Кололи. Все равно я не сказал, куда мы спрятали оружие». Ко мне пришли ребята, дали старательно написанное письмо о Виедо 22 апреля 1936 года. Товарищи, красные пионеры Виедо поздравляют с днем 1 мая товарищей в Советском Союзе. Товарищи, мы готовимся ко второй битве, она скоро придет. Мы будем сражаться стойко и храбро. Привет и революция! Я стоял у окна и видел, как ребята, выйдя из гостиницы, расшалились. Для них все происходившее еще было игрой. Не знаю, что с ними стало, но осенью 1936 года я прочитал в фашистской газете «В Виедо дети, развращенные марксистскими учителями, кидались на офицеров». В ту весну я познакомился с дочерью астурийского шахтера Сдолоресы Барури, которую рабочие прозвали пассионарией. Она была крупным политическим деятелем и оставалась простой женщиной. Были в ней все черты испанского характера — суровость, доброта, гордость, смелость и, что всего милее, человечность. Мне рассказали, как в Астурии она освободила заключенных, пришла с толпой рабочих, скомандовала солдатам вольно, вошла в тюрьму, и когда все арестованные вышли на свободу, улыбаясь, показала толпе большой ржавый ключ. Дирекция Силудат-Линеаль, фирмы, владевшей трамваями Мадрида, отказалась принять на работу смутьянов, уволенных осенью 1934 года. Тогда рабочие взяли в свои руки эксплуатацию трамваев. На вагонах стояли три буквы У.Н.У.Н.У.Н.У.Н.АРМАНОС ПРОЛЕТАРИОС, СОЮЗ БРАТЬЕВ ПРОЛЕТАРИЕВ. С этими словами рабочие в 1934 году шли на фашистов, на иностранный легион, на обманутых генералами марокканцев. За исключением трех магических букв трамваи выглядели, как прежде, старенькие, обвешанные гроздьями веселых мальчишек. Цифра 8. Маршрут до квартала Куатру Каминус. И все-таки никто не знал, куда придет этот трамвай. В депо или на поле боя. Когда я был в Мадриде, на рабочих напали фашисты. Тотчас началась всеобщая забастовка. Я жил в большой гостинице. Ушли коридорные, легтеры, официанты, судомойки. Хозяин мобилизовал свою многочисленную родню, приговаривал. Мы отстоим интересы наших клиентов от этих треклятых бездельников. Прошу вас, перейдите на самообслуживание. Потом я увидел грандиозную забастовку в Барселоне. Испанская буржуазия, ленивая, беспечная, растерялась. Один адвокат говорил мне, я даже не мог себе представить, что у рабочих такая сила. Если Европа не вмешается, мы будем зависеть от этих полуграмотных лодерей. Правительство старалось успокоить всех. Крестьянам говорили, что институт аграрной реформы быстро изменит их положение. Но институт не торопился. Есть в Испании выражение «маньяна пор ла маньяна» «завтра утром» или, говоря по-русски, «после дождичка в четверг». Крестьяне начали распахивать огромные пустовавшие поместья различных графов и неграфов. Они составляли акты. В деревнях Кастилии я видел много таких документов. У графа Рома Нонеса, депутата Кортесов, в одном из многочисленных поместьй было шесть тысяч гектаров. Крестьяне разоружили гвардейцев и составили акт о переходе земли во владение кооператива. В кухне они нашли окорок, картошку и проставили в документе, что найденные продукты должны быть возвращены графу. Крестьяне деревни Гуадамус написали «Мы заняли поместье, причем стража свидетельствует, что мы не обидели никого ни действием, ни словом». Крестьяне другой деревни Полан писали «30 марта утром представители муниципального совета совместно с представителями Федерации тружеников земли в присутствии персонала, обслуживавшего поместье, заняли вентилосья, а именно 1992 гектара земли». В Эскалоне, в Мальпике, в окрестностях Толедо я видел крестьян, восторженно повторявших «Земля!» Старики верхом на осликах подымали кулаки, девушки несли козлят, парни ласкали старые невзрачные винтовки. Гражданская гвардия, жандармерия, в апреле выступила против правительства. Создали штурмовую гвардию, но и штурмовики подозрительно поглядывали на министров Народного фронта. Фашисты кричали «Долой Ассанью!» Ассанья был премьером, а потом президентом республики. Против фашистов шли рабочие. Казалось бы, гвардейцы должны разогнать фашистов, выступающих против правительства, но они не осмеливались обидеть хорошо одетых кабальера и отводили душу на рабочих. Газета монархистов АБЦ открыто требовала интервенции. Гитлер сказал, что он этого не допустит. Европа не захочет жить в большевистских клещах. В этой же газете собирали пожертвования. Я тогда выписал поклонник Гитлера Одна Песета За Бога и Испанию Десять Проснись, Испания Пять Национал-синдикалист Десять Сторонник фаланги Пять Кортесы одобрили законопроект, согласно которому уволенные в отставку генералы, если они выступают против республики, лишаются пенсии. Военные презрительно усмехались. Народный фронт долго не продержится. Генералы Санхурхо, Франко, Мола не скрывали своих планов. Санхурхо говорил, Испания может спасти только хирургическая операция. Священники и монахи призывали к борьбе за Господа Бога и за порядок. На стенах кто-то писал мелом «Испания, проснись!» Вчерашние правители спокойно разгуливали по улицам Мадрида. Я как-то увидел Хиля Роблеса, он пил кофе с молоком на террасе кафе. Во время пребывания его власти 200 тысяч фашистов получили разрешение носить оружие. Никто не пытался это оружие отобрать. Я разговаривал с социалистами, с президентом каталонского автономного правительства Компанисом, который до победы Народного фронта сидел в тюрьме. Все понимали опасность положения, но говорили, что должны соблюдать Конституцию, нельзя ограничивать свободу. Страшны были не плотный корректный кабальера, которого звали Хилем Роблесом, не статьи в фашистских газетах, даже не проповеди бесноватых монахов. Страшно было другое. Крестьяне восхищенно показывали старые охотничьи ружья, безоружные рабочие подымали кулаки, а сторонники фаланги постреливали. В церквах случайно находили пулеметы. Полиция, гвардия, армия относились к параграфам Конституции куда менее почтительно, чем вновь назначенный министр внутренних дел Касарес Кирога, чем социалист Приэта или Пылки Компанис. Я должен был вернуться в Париж. На 26 апреля во Франции были назначены выборы, и редакция хотела, чтобы я был на месте. Уезжал я с грустью, все сильнее и сильнее влюблялся в Испанию. Я писал в статьях о фашистской опасности. В старом номере «Юманите» я нашел заметку о моем докладе в Парижском Доме культуры. Я говорил, что испанские фашисты обязательно выступят. А в душе я не очень-то в это верил. Не хотелось верить. Слишком часто не только рядовые участники событий вроде меня, но и крупные политические деятели принимали и принимают свои желания за трезвую оценку действительности. Видимо, это в человеческой природе. Французам Пиренеи издавна казались стеной, за которой начинается другой континент. Когда на испанский престол взошел внук Людовика XIV, французский король будто бы в восторге воскликнул «Пиренеев больше нет!» Пиренеи, однако, оставались. И вот в апреле 1936 года я их не заметил. Люди также подымали кулаки. На станциях можно было увидеть те же надписи «Смерть фашизму». А в поезде перепуганные обыватели вели знакомые разговоры о том, что нужно обуздать бездельников. «Фронте популяр» и «Фронт популяр» звучали одинаково. Франция вдохновлялась примерами Испании. В воскресенье вечером с Савичем и с редактором Лю Путерманом мы стояли возле редакции газеты «Матен». Толпа заполнила широкий бульвар. Все не сводили глаз с экрана. Сейчас объявят первые результаты. «Лорис Террес избран!» Аплодисменты, радостные крики. «Мон Мусо!» «Меладье!» «Кот!» «Лоян Кутюрье!» «Блюм!» «Восторг!» «Да здравствует народный фронт!» поют «Интернационал!» Когда показывались имена избранных правых, Фландена, Скопини, Доманжа свистели. «Предатели к стенке!» «Долой фашизм!» Все это происходило не возле «Юманите», а перед зданием газеты, которая каждый день писала, что «Народный фронт» это конец Франции». Газеты сообщали, что ничего еще не решено. В следующее воскресенье предстоят перебаллотировки. Снова вечер на улице и снова возбужденная радостная толпа. В полночь выяснилось, что Народному фронту обеспечено большинство. По бульварам шли люди, пели «Интернационал», обнимали друг друга, кричали фашистов к стенке. «Я радовался со всеми. После Испании Франция. Теперь ясно, что Гитлеру не удастся поставить Европу на колени. Наше дело побеждает, революция переходит в наступление». Эти мысли еще не омрачались ни потерей близких и друзей, ни испытаниями, на пороге которых мы стояли. Весну 1936 года я вспоминаю, как последнюю легкую весну моей жизни. Несколько недель спустя во Франции начались массовые забастовки. Рабочие бросали работу, но не уходили из цехов. Служащие оставались в банках, в конторах, в магазинах. Буржуа с ужасом повторяли «Это захватчики». Париж был неузнаваем. Красные флаги реяли над сини-сизыми домами. Отовсюду вылетали звуки интернационала, карманьолы. На бирже бумаги падали, богатые люди переправляли деньги за границу. Все повторяли, кто с надеждой, кто в ужасе. Это революция. Я запомнил витрину фешенебельного магазина на бульваре Капюсин. Красотка из гипса в модном платье держала в руке плакат «Служащие и рабочие забастовали, мы не хотим больше жить впроголодь». Проходили девушки с простынями, прохожие кидали деньги для семей забастовщиков. На некоторых заводах предприниматели оказались упрямыми, и забастовки длились долго, две-три недели. Заводы были оцеплены полицией, боялись столкновений. Каждый день женщины приходили к воротам, приносили хлеб, колбасу, апельсины. Денис работала в труппе левых актеров. Их пригласили рабочие крупного металлургического завода, бастовавшие уже третью неделю. Я пошел на спектакль. Денис повторяла монолог героини Фуэнто Авехуна. У нее были глаза лунатика и смутная улыбка. Когда я вышел на улицу, полицейский меня обыскал, нет ли на мне оружия. Я ничего не понимал и улыбался, мне хотелось быть не корреспондентом известий, а одним из рабочих, которых я только что видел. Завастовки повсюду кончались победой. За один месяц рабочие Франции добились не только увеличения зарплаты, но и подлинного изменения социального законодательства, коллективных договоров, признания юридического статута профсоюзов, платных отпусков. Весну сменило жаркое лето, опустили западные районы, люди с достатком уезжали в Швейцарию, в Бельгию, в Англию, в Италию. Говорили, что хотят отдохнуть от разнуздавшейся черни, а на пляжах Нормандии или Британии они могут оказаться рядом с рабочими, ведь теперь у этих лодырей платные отпуска. 14 июля свыше миллиона парижан участвовали в демонстрации. Шли углекопы севера с лампами, виноделы юга с бутафорскими гроздьями, рыбаки Британии несли голубые сети. Сожгли чучело Гитлера и Муссолини. Даладье по-прежнему обнимал коммунистов, председатель Совета министров Леон Блюм, типичный интеллигент 19 века, приветствуя рабочих, неумело подымал вверх маленький кулак. На шесте несли кепку рабочего с надписью «Вот корона Франции». Проплывали портреты Ленина, Сталина, Горького, испанцам кричали «Молодцы! Смерть фашистам!» Проходили рабочие эмигранты, итальянцы, поляки, немцы, им аплодировали. Я не подозревал, что многих из них вскоре увижу на рыжих камнях Кастилии. Конечно, демонстранты требовали распуска фашистских организаций, кричали по-прежнему «Деля Рок как стенки!» накричали весело, даже добродушно. В феврале на улице вышел народ, готовый ринуться в бой, а демонстрация 14 июля была невиданным карнавалом. Вечером, как всякий год, начались танцы. На площади Бастилии, на сотнях улиц и уличек, с традиционными китайскими фонариками, аккордеонами, кружкой пива или бутылкой лимонада с поцелуями влюбленных. Рабочие постарше сидели, смотрели, как веселится молодежь. Я прислушивался к разговорам. Толковали о том, где лучше провести отпуск, о дядюшке в лимузинской деревне, о домике на луаре, о рыбной ловле, о горных прогулках, о песчаных пляжах для детворы. Слово революция уступило место другому, каникулы. Легкая победа придала людям спокойствие, благодушие. Теперь Париж не походил на Мадрид. У него не было позади ни астурийского восстания, ни пыток, тюрем, расстрелов. Не было также фанатического духовенства и бряцавших оружием генералов. Французская буржуазия была куда просвещенней и хитрей. Она рассчитывала взять народный фронт измором, а победители смеялись и не слишком задумывались над будущим. Я дописывал книгу коротеньких рассказов вне перемирия. Из Москвы приехала Ирина. В Париже было нестерпимо жарко. Люба и Ирина уехали в Британь. Я сказал им, что должен передать в газета отчет о демонстрации 14 июля и кончить книгу. Потом приеду. Помню душный летний вечер на улице Котантен. Я сидел, писал, отложил рукопись и включил радио. Леон Блюн совещался с министром просвещения. В Мадриде толпа штурмует казармы. Ля Монтанья, Барселона, гостиница Колумб, артиллерия, генерала Ранда, бои в районе Авиэда, убитые, раненые. Я вскочил, нужно куда-то пойти. Поздно, 12 часов, никого не найду. Я не мог оставаться один в слишком тихой комнате. А диктор спокойно сообщал, что на выставке Роз в Курля-Рен первая премия досталась Розе мадам Меянт. Для одних жизнь раскололась надвое 22 июня 1941 года, для других 3 сентября 1939, для третьих 18 июля 1936. В том, что я писал прежде о моей жизни, имеются, наверное, главы, далекие многим моим сверстникам. Когда-то у нас были разные судьбы, разные темы. А с того вечера, о котором я рассказываю, моя жизнь начала чрезвычайно напоминать жизнь миллионов людей. Небольшая вариация общей темы. Хорошо известные всем слова определяют 10 недобрых лет. Сообщение, опровержение, песни, слезы, сводки, воздушная тревога, отступление, наступление, побывки, минутные встречи на полустанках, разговоры о нотах, о тактике и стратегии, молчание о самом главном, эвакуации, госпитали, огромное всеобщее затемнение и, как воспоминания о прошлом, беглый свет карманного фонарика. Я протомился в Париже несколько недель, передавал в известии каждый день сообщения из Испании, напечатанные во французских газетах, ходил в испанское посольство, помогал первым добровольцам пробраться в Барселону. Сидел я в Париже только потому, что не получал от редакции ответа, могу ли я поехать в Испанию в качестве военного корреспондента. Мне повторяли лаконично и таинственно «согласовываем». Я еще не знал значения этого магического глагола, злился, не мог дольше ждать. Однажды, когда редакция позвонила на мою парижскую квартиру, чтобы проверить, почему я не посылаю больше телеграмм, Люба ответила «Вы разве не знаете? Он в Испании». Пикассо писал Гернику весной 1937 года, а за полгода до этого в августе-сентябре 1936 года Испания напоминала полотна Делакруа. За перенеями тлела и на короткий срок вспыхнула романтика прошлого века. Барселона большой промышленный город, но ее рабочие издавна находились под влиянием синдикалистских профсоюзов СНТ и анархистов ФАИ, Федерации анархистов Иберии. Мелкая буржуазия, крестьянство, интеллигенция, ненавидели испанскую военщину, которая попирала национальную гордость каталонцев. Средние буржуа, владельцы ресторанов или магазинов мне говорили, что они предпочитают даже анархистов генералу Франко. Слово «свобода», давно обесцененное во многих странах Европы, здесь еще вдохновляло всех. По главной улице Рамбле неслись грузовики, наспех обшитые листами железа. Их почти называли броневиками. Горцевали кавалеристы в красно-черных рубашках с охотничьими ружьями. На кузовах такси красовались надписи «Мы едем в Уэску» или «Возьмем Сарагоссу». Анархисты уезжали на фронт с ящиками ручных гранат, с гитарами, с боевыми подругами. Модницы на невероятно высоких каблуках волочили тяжелые винтовки. Повсюду виднелись следы недавних боев, неразобранные брикады, осколки стекла, гильзы. На местах, где погибли герои, отстоявшие город от фашистских мятежников, пылали яркие розы юга. Барселонцы несли дружинникам уезжавшим на фронт бурдюки с вином, окорока, одеяла, даже древние сабли. В гостинице Колумб, которую в июле обстреливали из орудий, среди пыльных плюшевых пуфов валялись винтовки, и бойцы спали на пышных кроватях, напоминавших катафалки. Сэне-те-фай. Эти слова можно было услышать повсюду, на рамбле, на сотнях митингов, в ликвизированных домах, где разместились различные комитеты, лиги, союзы, от сторонников мировой анархии довоинствующих эсперантистов. На стенах пестрели плакаты «Да здравствует организация борьбы с дисциплиной!» Пели «Интернационал», пели также гимн СНТ «Сыны народа». Больше всего было красно-черных флагов. Я спросил одного дружинника, почему анархисты выбрали эти два цвета. Он ответил «Красный борьба, а черный, потому что человеческая мысль темна». Повсюду стреляли, трудно было понять, кто стреляет и в кого. Но все относились к этому спокойно. Кафе и рестораны были переполнены. Город жил в веселой лихорадке. Колуны и центурии, отправлявшиеся брать штурмом Уэску или Сарагосу, назывались Чапаев, Панчо-Вилья, Негусы, Эфиопы, Смелые Черти, Безбожники, Бакунин. На собраниях говорили о перевоспитании человечества. Один оратор предлагал поставить памятники великим мыслителям мира Сократу, Спартаку, Сервантесу, Реклю, Кропоткину, Ленину. Другой требовал сожжения денег, уничтожения тюрем и обязательности труда. Третий говорил, что необходимо послать десять наиболее благородных людей на крейсер Уругвай, где находились арестованные руководители военного мятежа, и убедить фашистов войти в трудовую коммуну. Главные казармы города были переименованы в казармы имени Бакунина. Забравшись на крышу автобуса, агитаторы вопили «Долой милитаризм! Все на фронт! Свобода всем! Смерть фашистам!» Никто не знал, где республиканцы, где фашисты. Мы ехали по каменной рыжерозовой пустыне Арагона. Стоял нестерпимый зной. Для меня это было первое испанское лето. Мой попутчик, каталонец Мировильес, спрашивал крестьян, можно ли проехать дальше. Одни говорили, что фашисты в соседней деревне, другие уверяли, будто наши освободили Уэску. Сразу свалилась южная ночь. По небу текли зорницы. Вдалеке громыхали орудия. Вдруг машина остановилась. Перед нами была баррикада. Кто-то закричал пароль. Мы не знали пароля. Мировильес вытащил из кобуры револьвер. Я спросил его, что случилось. Вместо ответа он дал мне другой револьвер. Мне стало страшно. Вот мы и угодили в западню. Я вгляделся в мглу и увидел на скале людей с винтовками. Они целились в нас. Я уже хотел было выстрелить, когда кто-то в темноте выругался. Да ведь это наши. Крестьяне обступили нас, рассказали, что караулят уже шестую ночь. Им передали из Бухаралоса, что фашисты наступают. Мы спросили, где фронт? Они развели руками. До Бухаралоса 12 километров. А кто там, один черт знает. Для них фронт был повсюду. Не только крестьяне не знали, что происходит в соседней деревне. В Барселоне никто не мог ответить на вопрос, в чьих руках Кордова, Малага, Бадахос, Толедо. Командир каждой колонны строил фантастические планы. Кто-то пустил лутку, фашистов прогнали из Севильи. Каталонцы решили высадить десант на Майорке. Несколько дней спустя поползли слухи, будто фашисты заняли Валенсию и продвигаются к Барселоне. На одном из участков переднего края я увидел надпись «Дальше не ходить, там фашисты». Бойцы приспокойно купались в речушке, один сторожил одежду и винтовки. Я спросил, а если фашисты начнут атаку? Они рассмеялись. Днем мы не воюем, слишком жарко. У них у подлецов пруд, они сейчас там купаются. А вот погоди, через три часа такая трескотня начнется, что у тебя уши лопнут. Командир сказал мне, что скоро возьмут Уэску, ну, через неделю, самое большее. Я смотрел на город, он был рядом. «Что это за большое здание впереди?» спросил я. «Сумасшедший дом. Там сидят отборные солдаты. Нужно прежде всего взять этот дом». Я был возле Уэски год спустя и снова услышал, что нужно взять сумасшедший дом. Сколько людей погибло в боях за это здание? Один мой знакомый ехал в Мадрид, чтобы договориться в расширении прав правительства автономной Каталонии. Он предложил мне поехать с ним. Ехали мы долго, крестьяне повсюду перерезали дороги баррикадами, боясь нападения фашистов, и старательно изучали пропуска. У меня их было пять или шесть, от всевозможных организаций, включая, разумеется, СНТ. Баррикады выглядели живописно, бочки, мебель, вынесенные из богатых домов, опрокинутые подводы, деревянные статуи, украшавшие прежде церкви. У меня сохранилась фотография, три крестьянина с ружьями, а над ними ангел барокко с огромной виолончелью. Повсюду я видел обугленные каркасы сожженных церквей. Узнав о фашистском мятеже, крестьяне первым делом поджигали церковь или монастырь. Один мне объяснил, знаешь, кто главный враг? Курас, священники и монахи, потом генералы и офицеры, ну и, конечно, богачи. Помещика мы не тронули, только землю отобрали, пускай сволочь живет, как другие. Он и расписался, что не возражает. А вот Кура залез на колокольню, хотел оттуда стрелять, но мы его отправили прямо в рай. Мой попутчик жаловался на анархистов, да разве с ними можно договориться? Это честные парни, но у них анархия в голове. В Барселоне ко мне пришел один, требует отмените все правила уличного движения. Почему я должен поворачивать направо, когда мне нужно налево? Это против принципа свободы. Увидав одну несожженную церковь, мой попутчик спросил крестьян, почему не сожгли? Когда мы отъехали от деревни, я ему сказал, не понимаю, зачем жечь? У них ни одного приличного дома нет, можно устроить школу, клуб. Он рассердился. Вы знаете, сколько мы от них натерпелись? Нет, уж лучше без клуба, только не видеть этого перед глазами. В Мадриде анархистов было мало, но и Мадрид еще жил романтическими иллюзиями. Фашисты захватили Талаверу и находились в 70-80 километрах от столицы. А люди сидели на террасах кафе и до полуночи спорили, идти ли на Сарагосу, чтобы соединиться с каталонцами или отбить у фашистов порты Андалузии. Меня повезли в имение убежавшего фашиста. Здесь мы устроили опытно-показательную детскую колонию. Одна энтузиастка долго доказывала что педагоги пренебрегают воспитательным значением музыки. Мальчик лет 7-8 рассказывал папу связали, положили на дорогу, а потом по нему проехал грузовик. Энтузиастка упорствовала «А откуда взялись такие звери? Детей не воспитывали гармонично». Я невольно усмехнулся. Вспомнил Киев 1919 года и мою работу в секции эстетического воспитания мофиктивных детей. Все кажется другое, и вдруг видишь, все повторяется. В Мадриде писателям отдали особняк убежавшего аристократа. Там была прекрасная библиотека, инкунабулы, редчайшие издания, рукописи испанских классиков. В особняке поэты Альберти, Маноло Альтологиря, Петере, Сараноплаха, Эрнандес читали свои стихи. Там я познакомился с писателем Хосе Дургамином, левым католиком, человеком чистой души, печальным и спокойным. Мы с ним разговаривали о Цервантесе и о воздушной обороне, о коммунизме, о поэзии Кеведо. Там же я встретил Пабло Меруду, чилийского консула и поэта. Он был молодым, шутил, проказничал. Помню озабоченного библиофила, который во время воздушной тревоги устанавливал в библиотеке сосуды с водой, чтобы чрезмерная сухость не повредила древних рукописей. Кто-то в полголоса говорил, они заняли Талаверу. В Атенео состоялся вечер памяти Максима Горького. Рафаэль Альберти сказал мне со слезами в голосе, подтвердилось, они убили в Бренаде Гарсия Лорку. Была ночь первой воздушной тревоги. Потом другая ночь. Я услышал взрывы, выбежал на улицу. Старая женщина прижимала к себе девочку. Когда рассвело, я пошел в квартал, которой фашисты бомбили и увидел то, что мне потом приводилось слишком часто видеть. Разбитый дом, лестницу и где-то наверху повисшую детскую кровать. Пабло с трудом выговаривали мою фамилию, часто путали, и Алькальде, подняв кулак, торжественно сказал, «Здравствуй, Гинденбург, теперь мы можем показать тебе замок». В Мальпике находилась усадьба герцога Ориона, которую забрали крестьяне. Я прошел по большому старому дому. Алькальде нес медный подсвечник с огарком. Из темноты выплывали головы кабанов, статуи Богоматери в расшитых золотых платьицах, медные кастрюли, пижамы, патефоны. Самой пышной была ванная комната, в ней почему-то стояли три кресла. Алькальде говорил, «Это, наверное, очень ценные вещи. Мы решили отдать замок писателям, пусть они здесь живут и пишут». На околице стояли крестьяне с охотничьими ружьями. Фронт был близко. Вокруг дымили костры беженцев из Эстромадуры. Два дня спустя я был снова в Мальпике с Альберти и Марией Тересой Леон. Они везли на фронт газеты листовки. Немецкие бомбардировщики бомбили позиции и дорогу. Дружинники не выдержали и побежали. На околице деревушки Доминго Перес толпились взволнованные крестьяне. «Видишь, удирают!» Старый крестьянин сказал «Вот все, что у нас есть!» и показал три охотничьих ружья. Мы увидали четырех бойцов, которые шагали в сторону Мадрида. Мария Тереза побежала за ними вдогонку. Она быстро бежала на очень высоких каблуках. В руке у нее был крохотный револьвер. Дезертиры ей отдали винтовки. Они были пристыжены. Старый крестьянин говорил «Дай мне!» «Молодым жить хочется, а я не убегу». Часа два спустя тридцать дружинников повернули в сторону неприятеля и окопались. У них был один пулемет, но фашистов оказалось немного, и наутро они отошли к Талаваре. Толедо был в руках республиканцев, но фашисты засели в древней крепости Алькасар. Сидели они там уже полтора месяца, и в городе установился своеобразный быт. На некоторых улицах висели надписи «Опасно! Ходить без оружия запрещается!» Молока было мало, и чтобы не стоять под огнем в очереди, женщины с вечера ставили у дверей молочных лавок, кувшины, банки или просто клали камешек. Ни разу я не слышал пререканий. Фашисты время от времени открывали огонь по городу, а перед Алькасаром в соломенных креслах, в качалках, заслонившись зонтиками от палящего солнца, сидели дружинники и то лениво, то запальчиво стреляли из винтовок в толстенные крепостные стены. Порой батарея выпускала несколько снарядов. По улицам прогуливались жители города и гадали, куда попал снаряд, в фашистов или мимо. Во время одной из первых вылазок фашисты взяли с заложников женщин, детей. В казарме дружинников я увидел на щите 38 фотографий женщина с ребенком, старуха, два мальчика на деревянных осликах. Фашисты знали, что делают. Не раз приходил из Мадрида приказ сделать подкоп и взорвать крепость, но дружинники думали о женщинах, о детях и отвечали «Мы не фашисты». Они наивно мечтали взять Аль-Касар измором. Когда сообщили, что правительственная авиация будет бомбить крепость и что дружинники должны отойти на 100 метров, многие отказывались. Нельзя, они убегут. 14 бойцов погибли от осколков бомб. В древней столице Испании в городе облюбованном туристами шел поединок между благородством народа и бесчеловечными законами войны. Жена фашистского коменданта Аль-Касара полковника Москардо жила в городе. Кольцов изумился. И вы ее не арестовали? Авторитет советских людей был велик, на испанцы не дрогнули. Женщину мы не фашисты. Я ходил по Толедо с моим приятелем, художником Фернандо Херасси. Он жил в Париже, писал пейзажи или натюрморты, вечером приходил в кафе Дон. У него была жена украинка из-под Львова, смешливая Стефа, пятилетний сын Тито. Фернандо говорил, что анархисты безумцы, что нужно единое порядок. Он издевался над войной в кружевах. И вместе с тем я чувствовал, что он не может осудить великодушие дружинников, которые безбожно ругались, встречаясь, говорили вместо «Здравствуйте, привет, в Динамит», и которые на разговоры о том, что Алькасар скоро взорвут, возмущенно отвечали «Да что ты несешь? Ведь там женщины, дети!» Мадридское правительство хотело показать миру свое отличие от Франка. И когда фашисты, засевшие в Алькасаре, попросили прислать к ним священника, было объявлено короткое перемирие. Несколько фашистов вышли из крепости. Дружинники стояли близко, началась перебранка. Вот моя запись. «Бандиты, мы за Бога и за народ!» Бога можешь оставить себе, а за народ мы. «Врешь!» «Мы за народ!» «Подлецы курят, а мы вторую неделю без табака!» Дружинник молча вынимает пачку сигарет, лейтенант закуривает. «Выписали священника?» «Видно вам крышка!» «Скоро придут наши, тогда мы вам покажем!» «Жди второго пришествия!» «Ждать уж недолго!» «Ваши удирают, как зайцы!» «Враки!» «А ты почему бороду отпустил в рай захотелось?» «Чем прикажешь бриться саблей?» Другой дружинник достает из кармана пакетик с ножиками для бритвы и дает фашисту. В начале октября части генерала Вареллы подошли к Толеду. Гарнизон Алькасара, там было свыше тысячи, гвардейцев и кадет, вышел им навстречу. Мало кому из республиканцев удалось выбраться? Фашисты много писали о героях Алькасара, бесспорно солдаты полковника Москардо проявили выдержку, смелость. Любая история любой войны изобилует примерами воинской добродетели. Бесспорно и другое, гражданская война не скупится на зверства. Однако если есть что-либо поучительное в истории Алькасара, то это битва двух миров, народа разгневанного, но глубоко человечного и военщины с ее безупречной дисциплиной и столь же безупречной бесчеловечностью. Победила невеликодушие. В Гавадараме я видел пленных. Среди них были солдаты перепуганные и довольные тем, что вышли из опасной игры. Были головорезы из иностранного легиона. Больше других дружинники боялись марокканцев, которые были хорошими солдатами и ничего не понимали в происходящем. На Арагонском фронте я побывал вместе с нашими кинооператорами Карменом и Макосеевым в авиачасти Красные Крылья. Командовал ею Альфонсо Рейес, человек грустный, молчаливый и решительный. Страшно было глядеть на аппараты, старые почтовые самолеты, которые гордо называли бомбардировщиками. Каждый день они бомбили позиции фашистов. Когда мы были в части, приземлился самолет, обстрелянный немецкими истребителями. Механик, его звали Красным Чертом, был тяжело ранен, едва сдерживался, чтобы не кричать от боли, но, увидав, что Кармен его снимает, весело заулыбался. На следующий день ему пришлось отнять ногу. Фашисты продолжали продвигаться к Мадриду. Люди, однако, не помрачнели и по-прежнему верили в победу. Все говорили, что если фашисты не захватили всю Испанию в июле, то их дело проиграно, народ против них. Только в Наварье, в этой испанской Вандее, крестьяне поддержали мятежников. Там были сильны церковь и корлисты, сторонники одного из претендентов на испанский престол, потомка Дона Карлоса. Но в Наварье было 400 тысяч жителей, а в Испании без малого 30 миллионов. Во всех областях, где мне привелось побывать в годы войны, в Каталонии, Новой Кастилии, Валенсии, Ла-Манчи, Мурсии, Андалузии, Арагоне, подавляющее большинство населения ненавидело фашистов. Но рабочие умели работать у станков, крестьяне пахать землю, врачи лечить, учителя учить, а на стороне Франко были кадровые военные, которые хорошо или плохо умели воевать. У фашистов оказались также крепкие части наемников, иностранный легион, марокканцы. Уже в середине сентября Франко стал диктатором на всей территории, захваченной мятежниками. А 1 октября был провозглашен вождем, генералиссимусом и главой государства. Он требовал безоговорочного подчинения, а республику отстаивали люди самых различных убеждений, коммунисты, каталонские автономисты, социалисты, левые и правые, буржуазные республиканцы, анархисты, баскские католики, паумовцы. Объединяло их только ненависть к фашизму. В 1936 году свобода была полной, как будто на дворе не война, а предвыборная кампания. Каталонцы и баски обличали великодержавные навыки Мадрида. Паумовцы требовали углубления революции. Правые социалисты во главе с Приэто критиковали главу правительства левого социалиста Кабальера, республиканцы косились на коммунистов, анархисты клялись, что разрушат ненавистное им государство. Однако не только в отсутствии военных кадров, да и не в разладе между различными антифашистскими партиями таилась угроза. 25 июля Гитлер обещал представителю Франка военную помощь. 30 июля за 100 дней до того, как первые советские истребители показались в небе Мадрида, итальянские бомбардировщики уже бомбили испанские города. Во главе французского правительства стоял Леон Блюм, товарищ ларго-кабальера по второму интернационалу. Но напрасно испанское правительство просило Францию пропустить через границу закупленное им вооружение. Леон Блюм провозгласил принцип невмешательства. Его поддержала Англия. В Лондоне начал заседать комитет по невмешательству. Италия и Германия продолжали отправлять в Испанию вооружение и людей. Франция установила на границе контроль. Вероятно, я повторяю общеизвестные истины. В комитет по невмешательству входил Майский. Он мне недавно говорил, что в своих мемуарах пишет об этом подробно. Он ведь многое видел. Но я напишу историю моей жизни. Как же мне промолчать про лицемерие? Давнее имело иметь продолжение. Сколько раз мы читали благородные слова о невмешательстве, будь то в Греции, в Корее, в Конго или в Лаосе. После 1936 года я уже не удивлялся ни благородным речам заведомых убийц, ни крокодиловым слезам, ни человеческой трусости. Право же Леон Блём был куда приличнее покровителя Чомбе. Но и он насмерть перепуганный, привыкший жить не грозами века, а сложными запахами парламентской кухни, говорил одно, делал другое. В Валенсии я встретил Малеро. Он рассказал, что ему видимо удастся получить десяток военных самолетов. Их приобрело испанское правительство, но французы наложили Энбарго. Он сказал, что хочет создать французскую эскадрилью, она будет бомбить фашистов. Познакомил меня с летчиками, Гидесом и Понсом. На земле шли бои, а в небе фашисты хозяйничали. Юнкерсы, Хейнкели, Савои, Капрони, Фоккеры, авиация двух сильных государств, Германии и Италии. Я выступал на митингах, собирал материалы о фашистских зверствах для западной печати, писал анонимные брошюры и совсем забыл о моих обязанностях корреспондента известий. Да и трудно было их выполнять, телефонной связи с Москвой еще не было, а редакция, видимо, продолжала согласовывать и денег на телеграммы не переводила. 5 сентября, после двухнедельного перерыва, в известиях было напечатано коротенькое сообщение. Барбастро, 4 сентября. Сегодня ваш корреспондент присутствовал при обстреле население Монт-Флорид с семью трехмоторными самолетами Юнкерс, предоставленными мятежникам Германией. Телеграмму я послал короткую, на длинную не хватило денег. Я впервые увидел обстрел людей сбреющего полета. Крестьяне были на гумне, молотили, потом старая женщина громко плакала. Убили ее сына. Крестьяне знали, что я корреспондент советской газеты, просили напиши, может быть, русские нам помогут. Конечно, в тот день происходили события более значительные. Корреспондент из Вести сообщал из Лондона, что Сен-Себастьян отрезан. Это было правдой, что республиканцы взяли Уэску. Это было уткой. Я же находился в деревне Монт-Флорид, и мне казалось, что необходимо срочно написать о том, как фашисты с помощью немецких самолетов убивают безоружных крестьян. Для военного корреспондента это, может быть, было наивно, но я думал не о газете, о Беспании. Я брился в парикмахерской. Узнав, что я русский, парикмахер начал кричать, им помогают Гитлер, Муссолини, а у нас нет оружия. Его глаза сверкали, и, помахивая бритвой, он повторял самолеты, танки. Я про себя посмеялся, чего доброго он меня зарежет, а в общем было не смешно. Я помнил слова крестьян Монт-Флорид, да и повсюду люди повторяли «Расскажи русским». Я начал писать короткие корреспонденции и посылал их в известие почтой через Париж. Месяц спустя, получив пачку газет, я расстроился, мои статьи были исковерканы. 26 сентября я писал в редакции. Я не буду спорить, правильно или неправильно мое освещение испанских событий, но я решительно протестую против купюр, совершенно искажающих смысл. С редакцией мне, разумеется, ничего не удалось поделать. Все мои статьи лакировались и разовели. Я все же продолжал писать, писал я наспех, не в рабочем кабинете, а на фронтах. Занимал меня не литературный стиль, а самолеты и танки, без которых испанцам не выстоять. Альварес Дальвайо просил меня собирать документальные данные о зверствах фашистов для прессы Запада. В Валенсии мне сказали, что с Майорки выбрался корреспондент правой газеты Daily Mail Гарретт и что он ругает фашистов. Я разыскал его в английском консульстве. Он написал показания, рассказывал мне, что фашисты бомбили полевой госпиталь республиканцев. Их летчики, приехав на Майорку, кричали «Да здравствует Испания!» Но я много лет здесь прожил. Я сразу расслышал иностранный выговор. Они были итальянцами. Аппараты Капрони были переброшены с Сардинии. Гарретт несколько раз повторял возмущенный «Они убили мою лошадь!» Это был немолодой плотный англичанин с детскими глазами, корреспондент газеты, которая прославляла генерала Франка. Он не мог понять, почему редакция не опубликовывает его корреспонденции. Прошло уже почти два месяца с начала мятежа. Хотя сообщения были по-прежнему противоречивыми, я видел, что фашисты сильнее. Они заняли Севилью, Кордову, потом Эстромадуру, Талаверу, теперь рвутся к Мадриду. Однако я твердо верил в победу. Были и утешительные известия. Фашистов выгнали из Малаги, из Альбасета. Сопротивление усиливалось, появлялись новые центурии, отряды, батальоны, колонны. Начали приезжать добровольцы из Франции, французы, итальянцы, немцы, поляки. В Барселоне меня позвали в казарму имени Карла Маркса. Там формировалась колонна 19 июля. На большом дворе выстроили бойцов. Одна центурия, или говоря проще, рота, была названа центурия Ильи Эренбурга. Мне сказали, что я должен вручить дружинникам знамя и произнести речь. Я совершенно растерялся, чувствовал всю глупость положения, говорил, что я не политический деятель, не умею делать такие вещи. Пришлось все же держать знамя перед фотографами, что-то говорить. Помню, во мне были два чувства умиления и стыд. Здесь же сновали продавцы лимонада, фруктов, конфет. Один сунул мне в руку пригоршню леденцов. Ешь, русский, мы их расколотим. Чуть ли не на каждом крестьянском доме в Каталонии в Арагоне было написано «Мы идем за головой Кабанельяса». Во главе фашистского правительства стоял генерал Кабанельяс. Франко месяц спустя его убрал. Я видел старых крестьянок, которые приводили своих сыновей в казармы. Когда им отвечали, что людей так много не хватает ружей, они повторяли «Но он испанец, он не может сидеть дома». Приехала из Парижа жена Херасси Стефа, рассказала, что отдала Тито в детскую колонию. Расставая с сыном, Стефа не выдержала заплакала. Мальчик сказал «Мама, иди, я отвернусь, вот так, а ты тоже не гляди, хорошо?» Стефа, улыбаясь, повторяла «Он у меня испанец». Я сейчас подумал, почему, начав описывать годы испанской войны, я волнуюсь, часто откладываю листы рукописи, и перед моими глазами проносятся рыжие скалы Арагона, обугленные дома Мадрида, петлистые горные дороги, люди, близкие дорогие мне люди, я не знал даже имен многих из них, и все это как будто живое сегодняшнее, а ведь прошло четверть века, и я пережил потом войну пострашнее, многое я вспоминаю спокойно, а об Испании думаю с суеверной нежностью, с тоской. Пабло Меруда назвал свою книгу, написанную в первые месяцы гражданской войны, Испания в сердце. Я люблю эти стихи, многие из них перевел на русский язык, но больше всего люблю название, лучше, кажется, не скажешь. В Европе тридцатых годов взбудораженной и приниженной трудно было дышать, фашизм наступал, и наступал безнаказанно. Каждое государство, да и каждый человек мечтали спастись в одиночку, спастись любой ценой, отмолчаться, откупиться. Годы чечевичной похлебки. И вот нашелся народ, который принял бой. Себя он не спас, не спас и Европы. Но если для людей моего поколения остался смысл в словах человеческое достоинство, то благодаря Испании она стала воздухом, ее дышали. Кого только я не встречал в разбомбленных испанских городах. Одни приезжали на короткий срок, другие надолго. Кто сражался, кто был военным корреспондентом, кто организовал помощь населению. Пути многих потом разошлись, но прошлого не вычеркнешь. Тольятти и Ненни, Видали, майор Карлос и Почарди, Коча Попович и Козовский, Андре Мальро и Матезалко, генерал Лукач, Кольцов и Луи Фишер, Пабло Неруда и Хемингуэй, Ласло Райк и Людвиг Рен, Реглер и Янек Барвинский, Лонго и Брантинг, Андерсон Нексе и Буш, Шамсон и Алексей Толстой, Киш и Бенда, Сент-Экзюпери и Анна Зеггерс, Жан-Ришар Блок и Спендер, Андре Виолис и Гильен, Сигейрос и Дос Пасос, Ральф Фокс и Толлер, Бодо Узе и Бредель, Изабелла Блюм и Абиссинский Рас и Мру. Наверное, я многих не упомянул. Мне просто хотелось показать, до чего различными были люди, жившие в те годы Испании. В 1943 году на КП возле Гомеля я увидел командующего армии генерала Батова. Мы говорили о предстоящем наступлении. Вдруг кто-то крикнул «Фриц!» показались вражеские самолеты. А генерал и я смеялись. В Испании наши военные советники носили различные имена Валуа, Лоти, Молино, Гришин, Григорович, Дуглас, Николас, Вольтерк, Санти, Петрович, Павлу Ивановичу Батову почему-то досталась фамилия Фриц. И мы начали вспоминать 12-ю бригаду друзей, Арагон, смертью Лукача. Павел Иванович был тогда ранен в ногу. Я сижу на сессии Всемирного совета мира. Очередной оратор с пылом доказывает, что мир лучше войны. А я вижу милого итальянца Скотти и вспоминаю Дни Мадрида. В Кремлевском дворце оператор кинохроники снимает депутатов Верховного совета. Это Боря Макосеев. С ним мы ползли по камням возле Уэски. Я знаю, что на аэродроме Вильнюса увижу знакомое лицо переводчика, бывшего в Испании. Он потом занимался испанской литературой, но в годы борьбы против космополитов лишился работы и, как он говорит, совершил вынуждение посадку на аэродроме Вильнюса, переводит им туристам вопросы служащих таможни. Недавно во Флоренции ко мне пришел фоторепортер с немолодым итальянцем, который вместо визитной карточки вынул билет Союза бывших добровольцев в Испании. И сразу мы забыли про фотографа, сели в кафе, начали припоминать далекие дни. Все мы, бывшие в Испании, с нею связаны. связаны и друг с другом. Видимо, не одними победами горд человек. В первые месяцы Испанской войны я уделял мало времени моим обязанностям корреспондента известий. Правда, в газете с августа по декабрь напечатано полсотни моих очерков. Написал я их быстро, говоря откровенно, мимоходом. Меня отталкивала роль наблюдателя. Хотелось чем-то помочь испанцам. Когда я приезжал в Испанию до войны, я чаще всего встречался с писателями или журналистами. Они понимали по-французски. Теперь все время я был с рабочими, с бойцами. И начал говорить по-испански. Говорил плохо, но меня понимали. В Мадрид приехал первый советский посол Розенберг. Я его знал по Парижу. Он работал советником посольства. Это был человек маленького роста с любезной и вместе с тем иронической улыбкой. С ним приехали советник посольства Гайкис, военный атташе Горев и его помощники Ратнер и Львович Лотти. В Мадриде был и Кольцов. Он занимался не только газетной работой, о характере его деятельности свидетельствуют очевидцы Луи Фишер, Хемингуэй, да и книга «Испанский дневник». Я часто бывал в Барселоне на Арагонском фронте. Там тогда не было ни одного советского человека. Я говорю об августе-сентябре 1936 года. Когда я говорил с Розенбергом или с Кольцовым о Каталонии, они усмехались. Что тут поделаешь? Анархисты? Я, пожалуй, лучше их знал, как трудно договориться с анархистами. Но для меня было ясно, что без Каталонии войны не выиграть. Баскония была отрезана, и единственным крупным промышленным центром оставалась Барселона с его полуторамиллионным населением. А в Барселоне шла борьба между рабочими организациями. Все ненавидели фашизм, и все рвались в бой. Но Арагонский фронт можно было назвать фронтом только условно. Различные колонны, не связанные одна с другой время от времени, пытались штурмовать Сарагоссу, Уэску или Теруэль. У них не было ни опытных командиров, ни вооружения. И вплоть до лета 1937 года генерал Франко не отправил в Арагон ни одной из своих резервных частей. Во главе автономного каталонского правительства Дженера Лете стоял Компанис. Человек по природе мягкий и вместе с тем горячий. Интеллигент, влюбленный в каталонскую культуру. Ему тогда было за 50. Он знал тюрьмы, фашистский террор. Судьба его трагична. После поражения республики он уехал во Францию, там в 1940 году был обнаружен гестаповцами, выдан генералу Франко и расстрелян. Я его вспоминаю как человека чистого, удрученного политическими интригами и не только не жаждавшего власти, но принимавшего ее с тем же чувством, с каким солдат тащит на себе винтовки, брошенные другими во время отступления. Компаниса поддерживала Эскерра, левая партия, за которой шла мелкая буржуазия, интеллигенция и значительная часть крестьянства. Поддерживала правительство ИПСУК, объединенная социалистическая партия Каталонии. Главную роль в ней играли коммунисты. Анархисты и близкая к ним профсоюзная организация СНТ не признавали власти Мадрида, требовали свержения каталонского правительства и замены его советами. Еще в 1931 году я познакомился с одним из вожжей Фаи Дорути. Знал и других анархистов Гарсио Оливера, Лопеса, Васкеса, Эреру. С Компанисом у меня установились добрые отношения. Нужно было что-то сделать, а что в точности я не знал. В Мадриде я спрашивал Хосе Диаса, в Барселоне разговаривал с руководителями ПСУК, Комореро и другими. Все отвечали, что с анархистами беда, что Каталония не помогает Мадриду, что сепаратисты подняли голову. А что делать? Этого не знал никто. Был сентябрь 1936 года. Я несколько раз беседовал о положении в Каталонии с Розенбергом и по его просьбе написал длинную телеграмму в Москву. Марселя Израилевича давно нет в живых. Он стал одной из жертв произвола. Людей повырубали, но некоторые документы сохранились. И недавно мне дали в архиве копии моих двух писем Розенбергу. Я приведу выдержки. Они покажут не только мою тогдашню оценку событий, но и то, чем я занимался, по охоте, которая, как известно, пущей неволе. Из письма от 17 сентября 1936-го. В дополнение к сегодняшнему телефонному разговору. Компанис был в очень нервном состоянии. Я проговорил с ним больше двух часов, причем все время он жаловался на Мадрид. Его доводы, новое правительство ничего не изменило, Каталонию третирует как провинцию, отказались передать духовные школы в ведение дженералите, требуют солдат, а оружие не дают, не дали ни одного самолета. Говорил, что получил от офицеров, командующих частями на фронте у Талаверы, письмо с просьбой отозвать их назад в Каталонию. Очень хотел бы, чтобы в Барселоне было советское консульство. Сказал, что советник по экономическим делам, которого они послали в Мадрид, должен изложить их претензии. Пока что ни кабальеро ни при это, не удосужились его принять. Указал, что если он не получит хлопка, то через три недели у них будет сто тысяч безработных. Считает важным любой знак внимания Советского Союза к Каталонии. Министр просвещения Гассоль тоже упрекал Мадрид в пренебрежении Каталонией. Говорил с Гарсио Оливером. Он был в неистовом состоянии, непримирим. В то время как вождь мадридских синдикалистов Лопес говорил мне, что они не допускали и не допустят нападок на Советский Союз в газете СНТ, Оливер заявил, что они критикуют и что Россия не союзник, так как подписала соглашение о невмешательстве. Дорутти на фронте многому научился, а Оливер в Барселоне и девять десятых бредовых анархистских идей в нем осталось. Он, например, против единого командования на Арагонском фронте. Единое командование понадобится лишь когда начнется общее наступление. При этой части разговора присутствовал Сандино. Он высказался за единое командование. Мы коснулись вопроса мобилизации и превращения милиции в армию. Дорутти носится с планом мобилизации. Непонятно зачем добровольцы есть, нет ружей. Оливер сказал, что согласен с Дорутти, так как в тылу укрываются коммунисты и социалисты. Они выживают из городов и деревень Фаи. Здесь он был определенно в бредовом состоянии. Мог меня застрелить. Говорил с политкомиссаром Псук-Труэбой коммунистам. Он жаловался на Фаи. Не дают амуниции нашим. У коммунистов осталось по 36 патронов на человека. У анархистов большие запасы полтора миллиона. У солдат полковника Вильяльбы тоже всего поста патронов. В СНТ жаловались, что один из руководителей Псук-Франсоса на митинге в Санбой сказал, что каталонцам не следует давать ни одного ружья, так как ружья все равно попадут к анархистам. За 10 дней, которые я провел в Каталонии, отношения между Мадридом и Женролите с одной страны, между коммунистами и анархистами, с другой, сильно обострились. Компания сколеблется опереться ему на анархистов, которые согласны поддержать национальные, даже националистические требования Эскеры или на Псук для борьбы против Фаи. Его окружение разделено. Есть сторонники первого и второго решений. Если дела на Талавярском фронте ухудшатся, можно ждать выступления в ту или иную сторону. Необходимо улучшить отношения между Псук и СНТ и постараться сблизиться с Кампанисом. Сегодня собрание каталонских писателей. Встреча с Бергамином, который приехал со мной. Надеюсь, на интеллигентском фронте удастся объединить испанцев и каталонцев. Завтра состоится митинг 10 тысяч человек. Я выступлю от секретариата Международной ассоциации писателей. Так как это письмо вносит некоторые существенные исправления в то, что я передал для Москвы, пожалуйста, перешлите и это. Из письма от 18 сентября Сегодня я снова долго разговаривал с Кампанисом. Он был в более спокойном состоянии. Он предлагает создать автономное правительство так. Половина Эскеры, половина СНТ и УХТ. Оливера назвал фанатиком. Он знал, что я иду от него в СНТ и очень интересовался, как Фаи будет со мной разговаривать, просил сообщить ему результаты. Жаловался, что Фаи настроена против русских, ведет антисоветскую пропаганду. Он наш друг. Пароход хотя бы с сахаром может смягчить сердца. В СНТ я говорил с Террерой. Он много скромнее Оливера. Насчет прекращения антисоветских выпадов сразу согласился. Насчет Советов стоит на своем. Мадридское правительство партийное, марксистское. Надо создать действительно рабочее правительство и так далее. Все же в конце беседы, когда я указал ему на дипломатические последствия разрыва конституционной преемственности, он несколько отступил. Но здесь нагрянули всякие интернациональные анархисты и я ушел. Интересно, что нападая на мадридское правительство, Эрера привел те же факты, что вчера компанис, задержку двух вагонов, отказ снабжать Каталонии оружием и прочее. Сегодня Солидорида Обрера напечатано во звание СНТ с призывом охранять мелких собственников, крестьян, лавочников. Факт положительный. Мировильес сказал мне, что среди ФАИ уже раздаются разговоры об отчаянной обороне Барселоны и прочее. Эрера среди прочего упрекал Мадрид за ликвидацию десанта на Майорке. Теперь фашисты начнут бомбить Барселону. Митинг прошел с подъемом. Большинство было из СНТ. Сейчас происходит заседание Совета антифашистской милиции. Мне обещали провести примирительную линию в вопросе о реорганизации правительства Каталонии. Пост скриптум в дополнение к телефонному разговору и письму. Хотя Оливайр был непримирим, я узнал, Солидарида Обрера прекратить атаки против СССР. Действительно, сегодня в СО напечатаны две телеграммы из Москвы с благожелательными заголовками. Вскоре после этого я поехал в Париж. Там-то меня и разыскал Антонов Овсеенко. Он сразу мне сказал, вашу телеграмму обсуждали, согласились с вами, я назначен консулом в Барселону. В Москве считают, что в интересах Испании сближение Каталонии с Мадридом. Мне говорили, что я должен попытаться урезонить анархистов, привлечь их к обороне, у них, черт побери, огромное влияние. Да вы это знаете лучше меня. Но вот инстанция согласилась, это замечательно, теперь можно говорить по-другому. Владимира Александровича я знал с дореволюционных лет. Он бродил по Парижу, искал работу, жил в проголодь, но никогда не унывал, был задорным и в то же время мечтательным, в дырявых ботинках в крылатке. Помню его и в ротонде, где он играл в шахматы, и в типографии над полосами нашего слова, и на митингах, когда он призывал следовать за Лениным. В дни Октябрьской революции он показал, что то были не только слова. В 1926 году я приходил к нему в Праге, где он был полпредом, а потом потерял из виду. Он пустарел, главное помрачнел. Только глаза, когда он снимал очки, сохраняли детскую доверчивость. Я сразу подумал, хорошо, что для Барселоны выбрали именно его. Такое сможет повлиять на Дорути. У него ведь ничего нет от дипломата или от сановника, скромный, простой, да и дышит еще бурями октября, не забыл дореволюционного подполья. Я оказался прав. Владимир Александрович быстро научился говорить по-каталонски, подружился и с компанисом, и с Дорути, пользовался общей любовью. Несмотря на звание консула, он был настоящим советским послом в Каталонии. Он знал фронт, часто беседовал с командирами, хорошо разбирался в обстановке, находил время, чтобы посылать телеграммы в известие, подписывал их «Зет». Каталонцам нравился его демократизм. Когда я приезжал в Барселону, и мы оставались вдвоем, я видел, что ему тяжело. Может быть, он предчувствовал, что его ждет, не знаю. Он пробыл в Барселоне около года, а вернувшись в Москву, сразу исчез. Исчезло его имя из всех рассказов о штурме Зимнего дворца. Был он человеком чистой души, смелым, верным, и погиб только потому, что лесорубы выполняли, перевыполняли какую-то дьявольскую норму. Я хотел вернуться в Барселону с Антоновым Овсеенко, чтобы сразу его познакомить с различными людьми. Но пришлось задержаться в Париже на неделю. Было важное дело. Я покупал грузовик. Еще из Мадрида я сообщил в Москву, что хочу оборудовать грузовик, работать на фронте с кинопередвижкой и типографией. Просил мне помочь прислать фильмы Чапаев и мы из Кронштадта. В Париже меня вызвали в банк. Союз писателя перевел сумму на покупку грузовика. Не знаю, почему деньги отправили через эту организацию. Добавлю шутя, может быть, хотели показать, что Союз действительно помогает писателям в осуществлении их творческих замыслов. С помощью французов я купил грузовик, достаточно сильный, чтобы проходить по разбитым фронтовым дорогам. Не помню, кто мне помог раздобыть аппарат для проекции фильмов, а печатную машину, как я об этом говорил, преподнес мне Женнерль. Еще я нашел чудесный мультипликационный Микки Маус боролся с котом, побеждал и подымал над мышеловкой красное знамя. Я уже знал, что без улыбки в Испании не проживешь. Стефа согласилась со мной работать. Она говорила по-испански, как будто родилась не на Львовщине, а в Старой Кастиле. Она должна была переводить диалог фильмов и помогать в издании армейских газет. Официально грузовик находился в ведении комиссариата по пропаганде Женролите. Так было написано на кузове. Общее внимание привлекали слова «печатня» и «кино». В Барселоне мы подыскали шофера механикой двух типографов, один из которых знал четыре языка. В начале октября в Мадриде состоялось заседание с секретариатом Международной Ассоциации Писателей. Мы обратились к интеллигенции всего мира, протестовали против иностранной интервенции и против комедии невмешательства. Под обращением стояли подписи многих испанских писателей Антонио Мачадо, Альберти, Дергамино, других, а из иностранных Кольцова, Малюро, Луи Фишера, Андре Виолис и Майя. На дороге я встретил композитора Дурана, моего старого знакомого. Полгода назад мы с ним беседовали о Прокофьеве, Шостаковиче. Смеясь, он говорил, что если Леди Макбет Сумбур, то значит он любит именно Сумбур. Теперь ему было не до музыки. Он командовал отрядом в 200 бойцов и возле Баргаса приостановил наступление фашистской колонны, которая двигалась на Мадрид с юга. В Мадриде выли сирены. Я с трудом прошел по одной из улиц квартала Куатро Каминос. Рухнувший дом завалил проход. Другой дом бомба разрезала, и комнаты казались театральными декорациями. Старуха вытащила из груды мусора большую фотографию молодожена в раме, бережно прикрыла платком и куда-то унесла. Шел дождь, было нестерпимо тоскливо, как всегда бывает, когда видишь мелкие безделки, окружавшие только что умершего человека. Рима Кармен ходил с аппаратами и снимал бомбежки. В Париже мы решили смонтировать из его хроники фильм. Я написал текст. Они ищут, находят. На экране матери находились среди развалин убитых детей. В зале многие плакали. А Мадриду были нужны не слезы, истребители. В Барселоне по-прежнему шли споры, но анархисты стали сдержаннее. Забегу несколько вперед. В конце октября было подписано соглашение между ПСУК и УХТ с одной стороны и СНТ и ФАИ с другой. Представители СНТ вошли в правительство, которое возглавлял Кавальера. В жизни мне привелось повидать много неожиданного, порой парадоксального, но прочитав, что Гарсио Оливер, который мне доказывал, что государство надо разрушить, как здание тюрьмы, назначен министром юстиции, я не выдержал и рассмеялся. А соглашение с анархистами мне казалось большой победой. В Барселону пришел Зырянин, привез продовольствие. Начали приходить суда с самолетами, танками, но всего было мало, наша помощь не могла сравняться с той, которую оказывали франко итальянцы и немцы. Дело решала география. Я любовно поглядывал на грузовик, наконец-то прибывший из Франции, фотографировал его как любимую женщину. Одна фотография сейчас передо мной, ее напечатали в альбоме. Обыкновенный грузовик, но тогда он мне казался удивительно красивым. Коммунисты, да и Антона Вовсеенко говорили, поезжайте обязательно на Арагонский фронт, вы умеете разговаривать с анархистами. Там нет никого из наших, они всех выживают, а с вами они разговаривают, вы можете их урезонить. Я сильно сомневался в своих возможностях, к тому же я знал испанских анархистов, но на войне маршрутов не выбирают, это не туризм. Мы со Стефой сели в разболтанную машину и медленно вслед за грузовиком поехали в Барбастро. У вас в России настоящее государство, а мы за свободу, сказал мне часовой в красно-черной рубашке, проверяя мой пропуск. Мы хотим установить свободный коммунизм. Коммунизма либертарио. Эти слова до сих пор стоят в моих ушах. Столько раз я их слышал как вызов, как присягу. Желая объяснить порой необъяснимое поведение анархистов, некоторые говорили, что в их колоннах полным-полно бандитов. Слов нет, в ряды анархистов просачивались обыкновенные налетчики завсегдатые воровских притонов. Партия, обладающая властью, всегда притягивает к себе не только честных, но и проходимцев, а объявить себя анархистом в те времена мог каждый. В сентябре 1936 года, когда я был в Валенсии, туда прикатило сотня дружинников из анархистской железной колонны, стоявшей под Теруэлем. Анархисты заявили, что потеряли в бою командира и не знают, что им делать. В Валенсии они нашли себе дело, сожгли судебные архивы и пытались проникнуть в тюрьму, чтобы освободить уголовников, среди которых, наверное, имелись их приятели. Дело было, однако, не в уголовниках. Осенью 1936 года СНТ объединяло три четверти рабочих Каталонии. Руководители СНТ и ФАИ были рабочими и в огромном большинстве честными людьми. Беда была в том, что, обличая догматизм, они сами были настоящими догматиками, пытались подогнать жизнь под свои теории. Наиболее умные из них видели разрыв между увлекательными брошюрами и действительностью. Приходилось на ходу, под бомбами и снарядами перестраивать то, что вчера им казалось бесспорным. С Дурути я познакомился в 1931 году, и он мне сразу понравился. А писать его не решился бы ни один писатель. Уж слишком его жизнь напоминала приключенческий роман. Рабочий металлист, он с ранней молодости отдал себя революционной борьбе, дрался на баррикадах, швырял бомбы, совершал налеты на банки, похищал судей, трижды был приговорен к смертной казни в Испании, в Чили и в Аргентине, узнал десятки тюрем. Восемь стран его высылали одна за другой. Когда в июле мятежники попытались захватить Барселону, Дорутти повел против них рабочих СНТ. Еще в начале сентября, а может быть в конце августа, я поехал с Карменом и Макасеевым на КП Дорутти. Он тогда мечтал взять Сарагоссу. КП находился на берегу Эбро. Я рассказал моим попутчикам, что знаком с Дорутти и они рассчитывали на радушный прием. Дорутти вынул из кармана револьвер и сказал, что так как в статье об астурийском восстании я оклеветал анархистов, он меня сейчас пристрелит. Словами он не швырялся. Твоя воля, ответил я, но странно ты понимаешь законы гостеприимства. Конечно, Дорутти был анархистом, притом вспыльчивым, но он также был испанцем и смутился. Хорошо, сейчас ты мой гость, но за статью ты свое получишь. Не здесь, в Барселоне. Поскольку в силу законов гостеприимства он не мог меня убить, он стал отчаянно ругаться, кричал, что Советский Союз не свободная коммуна, а самое что ни на есть настоящее государство, там уйма бюрократов его неслычайно выслали из Москвы. Кармен и Макосеев чувствовали, что происходит нечто недоброе, тем паче, что неожиданное появление револьвера не нуждалось в переводе. А час спустя я им сказал, все в порядке, он нас приглашает поужинать. за столиками сидели дружинники, некоторые в красно-черных рубашках, другие в синих комбинезонах, все с большущими револьверами, ели, пили вино, смеялись. Никто не обращал внимания ни на нас, ни на Дурутьи. Один из дружинников разносил еду, кувшины с вином, рядом с тарелкой Дурутьи он поставил бутылку минеральной воды. Я пошутил, вот ты говорил, что у тебя полное равенство, а все пьют вино, только тебе принесли минеральную воду. Я не мог себе представить, какое впечатление это произведет на Дурутьи. Он вскочил, закричал, уберите, дайте мне воды из колодца. Он долго оправдывался, я их не просил, они знают, что я не могу пить вино, и где-то раздобыли ящик с минеральной водой, конечно, это безобразие, ты прав. Мы молча ели, но потом неожиданно сказал, трудно все изменить сразу, одно дело принципы, другое жизнь. Ночью мы с ним пошли осмотреть позиции. Стоял отчаянный шум, проходила колонна грузовиков. Почему ты меня не спрашиваешь, зачем эти грузовики, сказал он. Я ответил, что не хочу расспрашивать о военных тайнах. Он засмеялся, какая же это тайна, если это знают все. Завтра утром мы перейдем Эбро. Вот как. Несколько минут спустя он снова начал, а ты не спрашиваешь, почему я решил форсировать реку? Очевидно, так нужно, сказал я. Тебе виднее, ты ведь командуешь колонной. Дорутти рассмеялся. Дело не в стратегии. Вчера прибежал с фашистской территории мальчишка лет десяти. Спрашивает, что же вы не наступаете у нас в деревне, все удивляются, неужели и Дорутти струсил? Понимаешь, когда ребенок такое говорит, это весь народ спрашивает. Значит, нужно наступать, а стратегия приложится. Я посмотрел на его веселое лицо и подумал, да ведь ты сам ребенок. Потом я несколько раз бывал у Дорутти. В его колонне числилось десять тысяч бойцов. Дорутти продолжал твердо верить в свои идеи, но догматиком он не был, и ему приходилось, что не день идти на уступки действительности. Он первым из анархистов понял, что без дисциплины воевать нельзя, с горечью говорил, война, свинство, она разрушает не только дома, но и самые высокие принципы. Своим дружинникам он в этом не признавался. Как-то несколько бойцов ушли с наблюдательного пункта. Их нашли в ближайшей деревне, где они мирно попивали вино. Дорутти бушевал, вы понимаете, что вы позорите честь колонны, давайте ваши билеты СНД. Провинившиеся спокойно достали из карманов профсоюзные билеты. Это еще больше рассердило Дорутти. Вы не анархисты, вы дерьмо. Я вас выгоню из колонны, отошлю домой. Вероятно, парни хотели именно этого. И вместо того, чтобы запротестовать, ответили «Ладно». «А вы знаете, что на вас народная одежда, снимайте портки». Дружинники спокойно разделись. Дорутти приказал отвезти их в Барселону в одних трусах. «Пусть все видят, что это не анархисты, а самое на есть дерьмо». Он понимал, что перед лицом фашистов нельзя спорить о принципах. Высказался за соглашение с коммунистами, с партией Эскерры, написал приветствие советским «Когда фашисты подошли к Мадриду, он решил, что его место на самом опасном участке. Мы покажем, что анархисты умеют воевать». Я с ним разговаривал накануне его отъезда в Мадрид. Он был, как всегда, весел, бодр, верил в близкую победу. Говорил, «Видишь, мы с тобой друзья, значит, можно объединиться, нужно объединиться. Когда победим, посмотрим. У каждого народа свой характер, францы не похожи ни на французов, ни на русских. Что-нибудь придумаем, а пока что нужно уничтожить фашистов». В конце разговора он неожиданно расчувствовался. «Скажи, ты пережил разлад в себе, думаешь одно, а делаешь другое не от трусости, а от необходимости». Я ответил, что хорошо понимаю его. Он меня на прощание похлопал по спине, как полагается в Испании, и я запомнил его глаза с их необычайным смешением железной воли и детской растерянности. Дорутти недолго пробыл на Мадридском фронте. Его убили 19 ноября 1936 года. Его смерть была большим ударом по всем силам республиканцев. Ни один Дорутти понял необходимость отказаться во имя победы от чистоты анархистских догм. Многие руководители СНТ ФАИ были вынуждены поступиться принципами. Уж на что был неистов Гарсия Оливер говорил, что нужно немедленно уничтожить государство, а сделавшись министром, проводил реформы, вполне приемлемые для его либеральных коллег, боролся против спекулянтов, расширил юридические права женщин, организовал трудовые колонии для фашистов. Анархист Лопес был министром торговли, Пейро министром промышленности, и разумеется им пришлось отложить в сторону старые проекты организации независимых коммун. Министр здравоохранения анархистка Фредерика Монсени выступая на митинге доказывала, что не только правительство не может обойтись без анархистов, но и анархисты не могут обойтись без правительства. Однако у руководителей СНТ-ФАИ не было ни энергии, ни авторитета, ни редкостной душевной чистоты дурутии. Не знаю, все ли из них искренне хотели урезонить своих приверженцев, некоторые бесспорно хотели, но это им редко удавалось. Десятки тысяч храбрых, испытанных в уличных боях рабочих, были воспитаны на идеях анархистов и жаждали воплотить эти идеи в жизнь. Мы с нашим грузовиком ехали не к министрам в гости, а в прифронтовую полосу Арагона, где порядки наводили анархисты, оставшиеся верными старым принципам. Не раз вспоминал я выражение, родившееся у нас в годы гражданской войны, «власть на местах». С этой властью я хорошо познакомился. О военном положении расскажу коротко. Вот что я писал Антону Вовсеенко 17 ноября 1936 года. Это письмо тоже сохранилось в архиве. Воинские части на Арагонском фронте несколько подтянулись. Заметен больший порядок. Неудача недавнего наступления на Уэску мало отразилась на настроении дружинников. Кое-где имеются окопы, довольно примитивные. Единое командование до сих пор существует только на бумаге. В последние дни улучшилась связь. Почти повсюду телефон связывает передовые позиции со штабом. Поскольку Дороти теперь в Мадриде, его колонна потеряла половину боеспособности. В других анархистских колоннах дело обстоит много хуже, в особенности в колоннах Красно-Черная и Ортиса. Дивизия Карл-Маркс по сравнению с другими частями остается образцовой. Со снаряжением дело обстоит плохо. У батальона, который стоит на юго-восток от Уэски, в Помпенилио всего два пулемета. Оба, после того, как пропускают две ленты, становятся негодными. Приходится их вести в тыл 50 километров от позиции. Мало снарядов, ручные гранаты скверные. При всем этом настроение скорее бодрое. За месяц до этого картина была еще мрачнее. Как-то я попал на совещание командира анархистской колонны. Мне сказали, что обсуждать будут важный вопрос, как взять Уэску. На столе лежала большая карта, однако никто на нее не глядел. Добрый час, все обсуждали важную новость. В Барселоне создание суда снят красно-черный флаг. Это вызов, кричал один из командиров. Нужно сейчас же послать сотню дружинников в Барселону. Мы на фронте, а буржуазия этим пользуется, и марксисты ей помогают. Мое внимание привлек высокий немолодой человек с военной выправкой. Пока спор шел о походе на Барселону, он молчал и заговорил только, когда один из анархистов вдруг сказал, «Хорошо, а как быть с Уэской?» Молчаливый военный, которого звали Хименесом, начал объяснять план операции. Он водил пальцем по карте. Другие не смотрели. Кто-то попытался поспорить. «Может быть, пойти на пролом?» Его осадили. Хименес лучше тебя понимает. Когда совещание кончилось, Хименес подошел ко мне и представился. Полковник Глиноедский. Имя помнил. Еще в Париже меня просили передать в испанское посольство, что полковник Глиноедский русский эмигрант, член французской коммунистической партии, хороший артиллерист, хочет сражаться на стороне республиканцев. Рассказывали, будто в годы гражданской войны полковник Глиноедский под Уфой воевал против Чапаева. Не знаю, правда ли это, он со мной никогда не заговаривал о своем прошлом. Знаю только, что он был в Белой армии и в Париже стал рабочим. В Барселону он приехал одним из первых, еще не было интербригад. Он попал в батальон Чапаева, поразил немногочисленных испанских офицеров, оставшихся верными правительству своими военными знаниями. Его перевели в штаб колонны. Человеком он был на редкость привлекательным, смелым, требовательным, но и мягким. Прошел он нелегкий путь, это помогало ему терпеливо сносить чужие заблуждения. Он настаивал на том минимуме дисциплины, без которой невозможно было удержать занятые позиции. Два раза анархисты хотели его расстрелять за восстановление порядков прошлого, но не расстреляли, привязались к нему, чувствовали, что он верный человек. А Глинояцкий говорил мне, безобразие, даже рассказать трудно, но что с ними поделаешь? Дети? Вот хлебнут горе, тогда опомнится. Анархисты были уверены, что Хименес приехал из Москвы и отрицает это по дипломатическим соображениям. Узная они, что он был белым, они бы его тотчас расстреляли. В ноябре в Каталонию приехали военные действительно из Москвы, и все они говорили испанцам, что полковник Хименес советский командир. Его авторитет рос, он стал советником Арагонского фронта. Советских военных испанцы, обожая конспирацию, называли мексиканцами или гальегос, жители Галисии. Я помню, с какой гордостью анархисты говорили, наш гальего, хоть и марксист, но молодчина. Член военного совета Арагонского фронта полковник Хименес как-то сидел со мной и расспрашивал про Россию, вспоминал детство. Я сказал ему, ну вот после войны сможете вернуться домой. Он покачал головой. Нет, стар я, это, знаете, хуже всего оказаться у себя дома чужим человеком. Он помолчал и начал говорить о положении на фронте. При последней встрече он мне показался очень усталым. Я не раз видел на войне, как люди от усталости становятся неосторожными. Кажется, что их притягивает смерть. Член военного совета, командующий артиллерией фронта, пошел с десятком бойцов в разведку. Он был смертельно ранен. Сестра рассказывала, что в полевом госпитале он что-то говорил по-русски. Никто его не мог понять. Полковника Хименеса хоронила вся Барселона. За гробом шли компанис Антона Вовсеенко, представители правительства армии всех политических партий. Анархисты несли венок с красно-черной лентой дорогому товарищу Хименесу. Глиноецкий был прав, разговаривая с анархистами, будь то их руководители Друти, Васкис, Гарси, Оливер, будь то дружинники под Уэской, я и умилялся, и злился. Дети, точнее, не скажешь, хотя некоторые были с проседью и все, разумеется, с оружием. Анархистов я узнал по-настоящему на Арагонском фронте, когда мы в деревнях показывали фильмы, печатали однодневные газеты, ели в коммунальных столовых, ночевали то на командных пунктах, то в растерзанных домах священников, где размещались местные комитеты, то в крестьянских хижинах. Много раз мне приходилось ехать по той же дороге из Барселоны на фронт, мимо каталонских городов Игуалады, Торреги, Лериды. В Торреге было кафе с вывеской «Бар Кропоткина». Там завсегдаты обсуждали политику компаниса, организацию любительского спектакля, семейные скандалы. Каталония оказалась изумрудной, с виноградниками, садами, огородами, каждый клочок земли был любовно возделан. Деревни напоминали города, повсюду были кафе, клубы, по улицам прогуливались нарядные девушки. И вдруг все менялось. Перед глазами вставала рыжая каменная пустыня Арагона. Здесь редко можно было увидеть три или четыре пыльные маслины. Летом было нестерпимо жарко, зимой дули ледяные ветры. По пустой, извилистой дороге порой ехал крестьянин верхом на крохотном ослике. Голодные козы искали травинку, спрятавшуюся среди камней от палящего солнца. Деревня лепилась на склонах голых гор. Дома были того же цвета, что и горы, и повернуты к дороге глухими стенами, так что оказались брошенными. В Каталонии анархисты были несколько стеснены незаконными женералите, несопротивлением эскеры или псук, а уровнем жизни населения. Каталонцы жили хорошо, и анархисты не всегда решались посигнуть на крепко налаженный быт. Нищий отсталый Арагон открывал перед вдохновителями СНТ-ФАИ неограниченные возможности. Они приехали сюда, чтобы освободить от фашистов Сарагосу, Уэску, Теруэль. Но война затягивалась, фронт оставался почти неподвижным, несмотря на неоднократные попытки продвинуться вперед. Нашлись горячие головы, которые решили превратить ближайший тыл городки и села Арагона в рай свободного коммунизма. Арагонские крестьяне жили плохо, терять им было нечего, и вначале они спокойно отнеслись к организации сельских коммун. Анархисты обобществляли все, вплоть до кур. Во многих деревнях у крестьян отбирали деньги, иногда даже сжигали их, крестьянам выдавали пайки. Я видел сельские комитеты, которые, не заглядывая далеко вперед, обменяли несколько вагонов пшеницы на кофе, сахар, обувь. В одном селе я спросил комитетчика, что они будут делать в январе, когда иссякнут запасы хлеба. Он рассмеялся, да мы до этого расколотим фашистов. В некоторых селах анархисты выдавали доктору, учителю сахар, орехи, миндаль. Прочитали в газете, что эти продукты необходимы для умственного труда. Были и такие деревни, где сельскую интеллигенцию вовсе лишили пайков, как тунеядцев. В селе Сесса у врача отобрали осла, и он не мог больше лечить больных в соседних деревушках. В аптеке не было лекарств. В комитете говорили, что природа лечит лучше врача. Был я в городке Фрага, там десять тысяч жителей. Анархисты отобрали деньги и выдали жителям книжки с правом покупать в неделю товаров на столько-то писет. Кафе были открыты, но в них ничего не отпускали, просто можно было посидеть и уйти. Доктор мне рассказал, что хотел выписать из Барселоны медицинскую книгу. Председатель комитета ему ответил, если ты докажешь, что книга нужна, мы ее напечатаем, у нас своя типография, а с Барселоной у нас нет торговых отношений. В городе Пино деньги тоже отменили, установили сложнейшую систему карточек. Имелись карточки на право стричься и бриться. Многие члены комитетов были искренними энтузиастами, но в экономике разбирались плохо. В большом селе Нембрилья Ла-Манча анархисты, отменяя деньги, объявили, что каждая семья состоит в среднем из 4,5 человек, и, следовательно, для упрощения дела производства будет получать продовольствие на 4,5 души. В одном из городков Арагона комитет решил разобрать железную дорогу, утверждая, что жители ею мало пользуются, и что дым паровоз вытравляет воздух. Анархисты, фронтовики, узнав об этом решении, полошились. Они должны были получать из тыла боеприпасы и продовольствие. Пути не были разобраны. Мы устраивали киносеансы и на площадях, белая стена служила экраном, и в чудом уцелевшей церкви и в столовых. Анархисты обожали Чапаева. После первого вечера мы сняли конец фильма. Молодые бойцы не могли примириться с гибелью Чапаева. Говорили, зачем же вылевать если мути не погибают? Это переводило текст. Иногда ее перебивали возгласы. Да здравствует Чапаев! Помню, раз какой-то анархист крикнул, долой комиссара! И все зааплодировали. Лишний раз я понял, что искусство прежде всего апеллирует к сердцу. В картине Чапаев герой, а Фурманов резонер. Все же фильм иногда приносил практические результаты. В одной части после сеанса решили быть впредь осторожнее и выставлять на ночь дозоры. Крестьяне смотрели Чапаева другими глазами. Часто после сеанса они подходили ко мне, благодарили русского комиссара за то, что он запрещает отбирать свиней, просили написать ему о непорядках в их селе. Для них фильм был хроникой. Они были убеждены, что и Чапаев, и Фурманов еще живут в Москве. Фильм «Мы из Кронштадта» дружинники воспринимали своеобразно. Когда матрос с камнем на шее швырял в воду гитару, раздавался смех. Зрители не могли поверить, что моряков кинут в воду. Когда из воды показывался единственный уцелевший, они одобрительно смеялись, знали заранее, что он спасется, и ожидали, когда же выплывут остальные. Сказывалась беспечность, которая еще жила в каталонцах осенью 1936 года. Я написал об этом в одной из газетных статей и получил отповедь от тогдашнего руководителя союза писателей Ставского. Если мелкий буржуа смеется, то об этом и надо сказать. А разве пролетарии будут над этой картиной смеяться? В газетах, которые мы печатали для анархистских колонн, мы старались, не вступая в полемику с принципами СНТ-ФАИ, объяснить на живых примерах, как важно согласовать действия колонны с другими частями, выполнять приказы своих командиров, не уходить с позиций, надеясь на бездействие противника и так далее. Тюрем анархисты не признавали. Говорили, что нельзя лишать человека свободы, нужно его убедить. Но они не были ни толстовцами, ни пацифистами. И, видя, что человек не поддается убеждению, порой его расстреливали. В одном селе расстреляли крестьянина, который менял талоны для парикмахерской на кофе или сахар. Я возмутился, но один анархист мне серьезно ответил, «Ты что думаешь? Мы его пытались переубедить, три месяца с ним разговаривали, а он продолжал свои махинации. Это не человек, а торгаш». Мне рассказывали, как в городе Барбастро анархисты закрыли публичный дом, произнесли несколько речей, говорили, что женщины отныне свободны и должны заняться полезным трудом, шить для бойцов рубашки. Пожилая проститутка цепилась в одного из анархистов, «Я здесь пятнадцать лет работаю, а ты меня на улицу гонишь». Анархисты долго обсуждали, можно ли ее переубедить. Наконец нашелся один, который за это взялся. Возможно, что эту историю придумали, но она звучала правдоподобно. Описав Антонова Овсеенко, как анархисты насаждают в Арагоне свободный коммунизм, я добавлял, «Во всем этом больше невежества, нежели злой воли. Анархистов на местах можно переубедить. К сожалению, в ПСУК мало людей, которые понимают, как надо с ними разговаривать. Сплошь да рядом работники ПСУК говорят лучше фашисты, чем анархисты». Я, видимо, заразился от анархистов. Поверил, что людей легко переубедить. А это совсем непросто. Переубеждает жизнь. Слова, даже самые разумные, слишком часто остаются словами. Дорути быстро шагал. Другие не хотели или не могли расстаться с иллюзиями, да и с традициями. Требовалось время, а его не было. Каждый день Франко получал от своих покровителей людей и вооружение. «На войне люди легко сходятся. И я дружил с анархистами. Хотя они должны были бы ругать Советский Союз, они понимали, что если кто-нибудь им помогает, то это наша страна. Спорить приходилось часто, но только раз в прифронтовой деревне один иступленный паренек начал грозить мне револьвером. раз тебя нельзя убедить, его вовремя уняли». Многие из анархистов менялись на глазах. Были и такие, что упорствовали. Но даже их можно было образумить дружеским словом, порой улыбкой. Они кричали, грозились и быстро отходили. Многое из того, что они понаделали, следует объяснить незнанием. Я почти не встречал среди них кадровых военных, экономистов, агрономов, инженеров. Это были барселонские рабочие. На интеллигенцию они поглядывали с опаской, хотя и преклонялись перед философией, наукой, искусством. Они могли поддаться панике, побежать от одной бомбы, могли пойти в атаку, несмотря на сильный пулеметный огонь. Все зависело от настроения, от сотни случайностей. Во время фашистского террора тысячи из тех, кого я встречал в Арагоне, мужественно пошли на смерть, не отреклись. Как в любой партии, среди анархистов были добрые и злые, умные и дураки, но то, что меня в них привлекало, это непосредственность и редкостная в наш век наивность. Никогда в жизни меня не соблазняли теории анархистов. Видимо, не хватало наивности. Но после Хулио Хуринита некоторые критики окрестили меня анархистом. Может быть поэтому, а может быть потому, что в статьях об Испании я настаивал на необходимости единого фронта, один наш писатель, приехавший в Мадрид на Конгресс, сказал, поскребите хорошенько Оренбурга и вы увидите анархиста. Был это в пригородном доме, куда коммунисты вечером пригласили советскую делегацию. Долорес и Барури рассмеялась. Бывают и такие. Поскребешь, окажется фашист. Почему я посвятил длинную главу испанским анархистам? Работа с агитмашиной заняла у меня всего три или четыре месяца. Да и не только к анархистам мы ездили. Показывали фильмы и бойцам частей, которыми командовали коммунисты, побывали в интернациональных отрядах, печатали газеты на испанском, каталонском, немецком, французском языках. В декабре я поехал в Мадрид. Если я остановился на осени 1936 года в Арагоне, то только потому, что в длинной истории человеческих заблуждений это достаточно патетическая страница. Коммунизм либертарио, свободный коммунизм, все анархисты о нем говорили и почти все в него верили, доказывали и хорошо доказывали, что без свободы не может быть настоящего коммунизма. А те коммуны, которые они устроили в Арагоне, напоминали поселки перепуганных индейцев Парагвая, руководимых иезуитами, с одинаковой одеждой, одинаковой едой, одинаковыми молитвами. Правда, иезуиты господствовали свыше ста лет и достигли совершенства. Отец Муратори рассказывает, что когда провинившегося Парагвайца секли, он целовал руку своего мучителя и благодарил за удары. В старой записной книжке я нашел переписанные мною слова одного французского автора, не помню, кого именно. Несчастье деспотизма не в том, что он не любит людей, а в том, что он их слишком любит и слишком мало им доверяет. Трудно себе представить первый год Испанской войны без Кольцова. Для испанцев он был не только знаменитым журналистом, но и политическим советником. В своей книге «Испанский дневник» Михаил Ефимович туманно упоминает о работе вымышленного мексиканца Мигеля Мартинеса, который обладал большей свободой действий, нежели советский журналист. Маленький, подвижный, смелый, умный до того, что ум становился для него обузой, Кольцов быстро разбирался в сложной обстановке, видел все прорехи и никогда не тешил себя иллюзиями. Познакомился я с ним еще в 1918 году в киевском «Хламе», потом встречал его в Москве, работал с ним над подготовкой Парижского конгресса писателей, но по-настоящему разглядел и понял его позднее в Испании. Михаил Ефимович остался в моей памяти не только блистательным журналистом, умницей, шутником, но и концентратом различных добродетелей и душевного ущерба тридцатых годов. «Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», писал Пушкин. Сто лет спустя эти слова казались нам злободневными. Кольцов в беседах со мной часто высказывал оценки вдоволь еретичные. Ему, например, нравился Таиров. Он хорошо отзывался о книгах многих западных писателей, высмеивал наших критиков, любит порядок и почитает домострой, хотя толком не знает, что это. Вместе с тем он, пуще врагов, боялся инакомыслящих друзей. В нем был постоянный разлад между общественным сознанием и собственной совестью. К попыткам некоторых левых писателей Запада покритиковать хотя бы робко порядки сталинского времени, Кольцов относился пренебрежительно. Говорил, «Икс что-то топорщится, я ему сказал, что у нас переводят его роман, наверное, успокоится». Или «Игрик меня спрашивал, почему Буденный ополчился на Бабеля. Я не стал спорить, просто сказал, чтобы он приехал к нам отдохнуть в Крым. Поживет месяц хорошо и забудет про бабизм Бабеля». Однажды он с усмешкой добавил, «Зетт получил гонорар во франках. Вы увидите, он теперь поймет даже то, чего мы с вами не понимаем». Он никого не старался погубить и плохо говорил только о погибших. Такое было время. Ко мне он относился дружески, но слегка презрительно, любил с глаза на глаз поговорить по душам, пооткровенничать. Но когда шла речь о порядке дня двух конгрессов, не приглашал меня на совещание. Однажды он мне признался, «Веречайшая разновидность нашей фауны, нестрелянный воробей». В общем, он был прав. Стрелянным я стал позднее. Когда второй конгресс кончился, я написал заявление товарищу Кольцову, председателю советской делегации. Вы мне сообщили, что хотите снова выдвинуть меня в секретари Ассоциации писателей. Я прошу вас вычеркнуть мое имя из списка и освободить меня от данной работы. Я не был согласен советской делегации в Испании, которая, на мой взгляд, должна была с одной стороны воздерживаться от всего, что ставило ее в привилегированное положение по отношению к другим делегациям, с другой показать иностранцам пример товарищеской спайки, а не деление делегатов советских по рангам. Я не мог высказать мое мнение, так как никто меня о нем не спрашивал, и мои функции сводились к функциям переводчика. Как вы знаете, я очень занят испанской работой. Помимо этого, хочу сейчас писать книгу, полагаю, что с большим успехом смогу приложить свои силы для победы общего дела, чем пребывая декоративным персонажем в секретариате. Михаил Ефимович, прочитав заявление, хмыкнул. Люди не выходят, людей выводят, но обещал не обременять меня излишней работой. История советской журналистики не знает более громкого имени, и слава его была заслуженной. Но, возведя публицистику на высоту, убедив читателей в том, что фельетон или очерк — искусство, он сам в это не верил. Не раз он говорил мне насмешливо и печально, другие напишут романы, а что от меня останется? Газетные статьи — однодневки. Даже историку они не очень понадобятся, ведь в статьях мы показываем не то, что происходит в Испании, а то, что в Испании должно было бы произойти. Он завидовал не только Хемингуэю, но и Реглеру. Напишет роман в 30 печатных листов. Я понимаю горечь этих слов, «Я сам немало времени и сил отдал работе журналиста». Кольцов был прав. Историку трудно положиться на его статьи, как и на мои статьи того времени, или даже на книгу «Испанский дневник». Она слишком окрашена временем, а рядового читателя куда больше растрогает воспоминания о Кольцове, чем его фильетоны. Он ищет всех тонов, расположенных между белым и черным. А Михаил Ефимович был куда сложнее, чем его памфлеты или корреспонденции. Он любил одесский анекдот о старом Болигуле, извозчике, который ехидно спрашивает новичка, что тут будет делать, если в степи отвалится колесо и не окажется под рукой ни гвоздей, ни веревки. «А что же вы будете делать?» спрашивает наконец пристыженный ученик. И старик отвечает, «Таки плохо». Михаил Ефимович часто хмыкал, «Таки плохо». А час спустя он приводил в чувство какого-либо испанского политика, убедительно доказывая ему, что победа обеспечена и, следовательно, незачем отчаиваться. К людям он относился недоверчиво. Это звучало бы упреком, если бы я не добавил, что он относился недоверчиво и к себе, к своим чувствам, к своему таланту, да и к тому, что его ожидает. Он пробыл в Испании немногим больше года, но что-то в нем изменилось, он стал человечнее, исчезло легкомыслие, он больше не носился с проектами опасных интервью или занятных журналов, да и глаза вглядели мягче. Однако до конца он был не унылым, а веселым скептиком, и после беседы с ним неизменно оставалось двойное чувство «Горько, но занятно, стоит жить, может быть, удастся увидеть, чем это все кончится». Перемена, происходящая с Кольцовым в Испании, объяснялась многим ответственностью, которая лежала не столько на журналисте Михаиле Кольцове, сколько на Мигеле Мартинисе, сознанием трудности, а с лета 1937 года невозможности победы разъединенной плохо снабжаемой оружием республики повседневным зрелищем бомбежек, голода, смерти. Однако не только это изменило Михаила Ефимовича, но и месяц, проведенный в Москве, вести доходившие с родины. Михаил Ефимович помрачнел. Недавно появился сборник воспоминаний Михаил Кольцов, каким он был. Бесспорно, самые интересные страницы в сборнике написаны братом Кольцова, карикатуристом Борисом Ефимовичем Ефимовым. В них рассказано, как железный круг сжимался вокруг смелого, веселого и еще влиятельного человека. За полтора года до развязки Кольцов, приехавший на короткие сроки из Мадрида, докладывал Сталину и его ближайшим помощникам о положении в Испании. Когда Кольцов наконец-то замолк, Сталин неожиданно спросил, как его следует величать по-испански. Мигуэль, что ли? Еще больше изумил Кольцов вопрос Сталина, когда Михаил Ефимович уже шел к двери. У вас есть револьвер, товарищ Кольцов? Кольцов ответил, что револьвер у него имеется. Но вы не собираетесь из него застрелиться? спросил Сталин. Рассказывая об этом брату, Михаил Ефимович добавил, что он прочитал в глазах хозяина слишком прыток. По словам Ефимова, лучше всех знавшего Кольцова, Михаил Ефимович до последней минуты фанатически верил в мудрость Сталина. Два месяца спустя после странного разговора о револьвере я шел с Михаилом Ефимовичем по пустой улечке Мадрида. Кругом были развалины домов ни одного живого человека. Я спросил Кольцова, что произошло в действительности с Тухачевским. Он отвечил, мне Сталин все объяснил, захотел стать наполеонщиком. Не знаю, подумал ли он в ту минуту, что он, Михаил Кольцов, беззаветно веривший в Сталина, тоже не защищен от обвинений, слишком прыток. Когда в декабре 1937 года я приехал из Испании в Москву, я сразу пошел в правду. Михаил Ефимович сидел в роскошном кабинете недавно построенного здания. Увидев меня, он удивленно хмыкнул. «Зачем вы приехали?» Я сказал, что захотел отдохнуть, приехал на писательский пленум с Любой. Кольцов почти вскрикнул, и Люба притащилась. Я рассказал ему про Атеруэль, сказал, что видел перед отъездом его жену Лизу и Марию Остен. Зачем-то он повел меня в большую ванную комнату, примыкавшую к кабинету, и там не выдержал. Вот вам свеженький анекдот. Двое москвичей встречаются, один делится новости, взяли Теруэль, другой спрашивает о жену. Михаил Ефимович улыбнулся. Смешно? Я еще ничего не мог понять и мрачно отвечал «Нет». В апрельский вечер я встречал его возле правды, сказал, что получил паспорт и скоро вернусь в Испанию. Он сказал «Кланяйтесь моим, да и всем». Потом добавил о том, что у нас не болтайте. Вам будет лучше, да и всем. Оттуда ничего нельзя понять. Пожал руку, улыбнулся. Впрочем, отсюда тоже трудно понять. «Я ответил Кольцову искренне. Все было совсем не смешно. Конечно, никто не перечислит Михаила Ефимовича к воробьям, а поскольку он однажды завел разговор о птицах, я назову его стрелянным соколом. Мы расстались весной 1938 года, а в декабре стрелянного сокола не стало. Было ему тогда всего 40 лет. Люди привыкают ко всему, к чуме, к террору, к войне. И мадридцы быстро привыкли к бомбежкам, к голоду и холоду, к тому, что фашисты в Касадель-Кампо, то есть в двух-трех километрах от густонаселенных кварталов и что все это, видимо, надолго. Известия тогда выходили в самое различное время. Иногда в 7 часов утра, иногда, если среди ночи поступали сообщения ТАССа, список награжденных или обвинительные заключения, в 10, а то и в полдень. Мадридские газеты продолжали выходить в 6 часов утра, как они выходили прежде, когда нужно было поспеть к утренним поездам. Поездов давно не было, а привычка осталась. Из 7 шоссейных дорог, соединявших столицу со страной, 6 были захвачены фашистами. То вспыхивали, то затихали бои за седьмую дорогу, соединявшую Мадрид с Валенцией. Несколько километров этой дороги фашисты простреливали. Однажды мне пришлось выскочить из машины и пролежать в поле полчаса. Вблизи разорвалось несколько снарядов. На войне то хорошо, что редко бываешь один. Я не мог показать шоферу испанцу, который лежал рядом, что мне не очень-то уютно. Я ведь был мексиканцем, а шофер старался мне показать, что он чувствует себя как дома, потому что он испанец. На 21-м километре от Мадрида возле Мората де Тахунья фашисты укрепились. Я там бывал несколько раз. Проходя по глубоким окопам, можно было услышать, как фашистские солдаты где-то рядом переругиваются или поют. В течение многих месяцев шли бои за развалины дома. Я вспоминал знаменитый дом паромщика, который в годы мировой войны несколько месяцев подряд значился в союзных и немецких сводках. А в Мадриде продолжалась фантастическая и вместе с тем будничная жизнь. Тротуаров никто не подметал, валялся щебень, обрывки старых афиш, осколки бомб, битая посуда. Утром разводили костры, возле них грелись женщины и солдаты. Зимой в Мадриде холодно, и андаусцы или каталонцы зябли. Многие магазины были открыты, оставались товары, мало кому нужные в то время, хрустальные люстры, духи, старые романы, галстуки. Как-то раз я увидел в мебельном магазине молодого бойца и женщину. Они приценивались к зеркальному шкафу и нежно глядели друг на друга. Вероятно, они были молодоженами. В другой раз я встретил маляра с ведром краски и лесенкой. Он шел белить стены. А на улицах продавали самодельные зажигалки, карманные фонари. В якогда фешенебельных ресторанах бойцы восторженно ели горох. Он был пшенной кашей Испании. Возле булочных стояли длинные очереди и не раз люди, ожидавшие 200 граммов хлеба, умирали от осколка бомбы или от снаряда. Трамвай доходил почти до окопов. Однажды я пошел рано утром на улицу Рафаэля Солилья. Пожарные выносили трупы. Мне запомнилась девочка, похожая на разбитую куклу и швейная машина с голубенькой материей, повисшая на балке. Правительство уехало в Валенсию. В мадридских комитетах политических партий шли нескончаемые споры. Анархисты и троцкисты поумовцы настаивали на углублении революции. При это хотел, чтобы навели порядок и обвинял своего товарища по партии Кабальера в демагогии. Жизнь продолжалась. Продолжалась она повсюду. Поэты издали сборник стихов, посвященных войне, собирались, обсуждали возрождение старой формы Романсеро. Я познакомился с пожилой учительницей музыки. Она рассказывала, что к ней приходят две ученицы, играют гаммы. Театры были открыты, но спектакли начинались не в 10 часов вечера, как прежде, а в 6. Играли все те же пьесы «Ты цыган, я цыганка» или «Ночь в Альгамбре». В кино показывали фильмы Чаплина, Морис Шевалье в картине соблазнитель пел знакомые песенки. Девушки утирали глаза от скорби обманутой американки, а дружинники неистово аплодировали Лолитте Гранатос. Ко мне в холодный номер гостиницы приходили с фронта испанцы и бойцы интербригад. Иногда у меня оказывались селедки, присланные из Одессы, или курица, завезенная из Валенсии. Мы молча ели, а потом начинали разговаривать о вещах, мало относившихся к положению на фронте. Студент-боец с жаром доказывал, что хотя во всем мире читают Дон Кихота, никто, кроме испанцев, его не понимает, да и не может понять. Один серб принес мне толстую рукопись. Он записал свои наблюдения о том, как реагируют различные животные на бомбежки. По его словам, кошки вели себя коварно, но разумно. Услышав гул самолетов, они тотчас выпрыгивали в окно и неслись в поле подальше от жилья. Собаки, наоборот, слепо верили во всемогущество человека, просились в дом, залезали под стол или под кровать. Свои записки серб писал в окопах во время бомбежек, об этом он упомянул вскользь. Его интересовала зоопсихология, и он расспрашивал об опытах Дурова. Француз из батальона Парижская коммуна читал мне свои стихи. Небо огнями реклам расцвечено, распродажа разодранных тел и вечности. Штаб помещался в центре Мадрида, в глубоком подвале Министерства финансов. Подвал разделили на крохотные комнатушки. Там работали, ели и спали. Стучали пишущие машинки, то и дело приходили и уходили военные. В одной из комнатушек, сгорбившись, сидел старый, больной и подавленный событиями человек, генерал Миаха. О нем тогда писали все газеты мира, а он печально глядел на меня и отвечал «Да, да». Вошел комбриг Горев с переводчицей Эммой Лазаревной Вольф, принес карту, долго говорил о положении в университетском городке. Миаха внимательно слушал, тусклыми грустными глазами глядя на карту и повторял «Да, да». Владимир Ефимович Горев редко заглядывал в подвалы министерства, все время был на позициях. Ему не было и сорока лет, но он обладал большим военным опытом. Умный, сдержанный и вместе с тем чрезвычайно страстный, а смели сказать поэтичный, он покорял всех, мало сказать, что ему верили, верили в его звезду. Полгода спустя испанцы научились воевать. В них были одаренные командиры Модеста, Листер, да и другие менее известные. А осенью 1936 года, пожалуй, кроме начальника генштаба полковника Рохо, среди командного состава республиканской армии было мало людей энергичных и в то же время обладавших военными знаниями. В ноябрьские дни Горев сыграл огромную роль, помог испанцам остановить фашистов в предместиях Мадрида. Когда Франко начал операции на севере, Горев отправился с переводчицей Эммой в Басконию. Франко сосредоточил на севере крупные силы. Немецкая авиация наносила массированные удары. Республиканцы четыре месяца защищались, отрезанные от основных сил, взятые в кольцо. Настала развязка. В Хихоне, который должен был со дня на день пасть, было 26 советских военных во главе с Горевым. Среди них раненые, больные и Эмма. В эскадрилье, созданной Малеро, в первые месяцы войны сражался веселый француз, прекрасный летчик Абель Гидес. Летом 1937 года он вернулся в Париж, узнав, что советские товарищи не могут выбраться из окружения, Гидес раздобыл крохотный туристический самолет и полетел в Хихон. Горев хотел улететь последним. Гидес совершил три рейса, среди других спас Эмму, а когда он полетел в четвертый раз, его обстреляли фашистские истребители. Милый, смелый Гидес погиб. А он только перед этим женился. Горев и несколько оставшихся с ним товарищей ушли с партизанами в горы. Их вывез советский самолет. Все это было чудом. Мы радовались спасться Горев. А полгода спустя герои Мадрида оклеветали и тут уже не могло быть никаких чудес. Горев погиб в Москве. В подвале кроме Горева жили Ратнер и Львович, которого в Испании звали Лотти. Ратнер был разумным и скромным стратегом. Мне говорили, что потом он преподавал в одной из военных академий. Лотти пробыл в Испании долго, подружился с испанцами, был он печальным весельчаком, любил поэзию. Однажды в горячий мадридский вечер мы сидели на камне перед разбитым домом, обливались потом, и он вспоминал разрозненные строки стихов Лермонтова, Блока, Маяковского. Вдруг встал и сказал «Красивое имя, высокая честь, мадридская волость в Испании есть». «Значит, мне надо идти на КП». «А вы знаете, что вы должны делать? Не болтаться под снарядами, а писать. У каждого свое ремесло. Писатель, а не пишет». Я встречал Лотти и в 12-й бригаде у генерала Лукача, и в Гайларде, потом в Валенсии. Был он на редкость храбрым, а других осаживал, говорил «Испанцы не знают, что такое осторожность. Для любви это хорошо, а для войны не годится». В 1926 году я встретил в Америке художника Фернандо Ферраси, командира батальона 12-й бригады, его жену Стефу. Первое, о чем они меня спросили, что с Лотти? Я отвернулся и еле выговорил. Погиб. В Испании я думал об одном, о победе. Но, понятно, я встречался с нашими, и хотя мы еще не знали, что означает 1937-й, порой на душе становилось смутно. Корреспондент Тасса Гельфанд, человек очень больной, писал длинные телеграммы и острил, он сочинил смешную пьесу, читал ее избранным. Героями были Кольцов, Кармен, Макосеев, Оренбург и он сам. Приходя в его номер, мы всегда смеялись. Один раз я увидел его грустным, он сидел над правдой. Никого в комнате не было. Вдруг он мне сказал, а вы знаете, нам повезло, собрание писателей сидят и выявляют врагов народа. «Давайте поедем в Карабанчель, там собираются взорвать дом, а о нашем разговоре забудьте». Я выпросил у него несколько номеров относительно свежих газет. В Карабанчеле дом не взорвали, сказали, что саперы подвели. Зато мы попали под хорошую бомбежку. Ночью я прочитал газеты и подумал, «Действительно повезло. Под бомбами куда легче. Здесь, по крайней мере, знаешь, кто враг и кто свой». Как-то Кольцов сообщил мне, наградили большую группу, в газете этого не будет. Поздравляю вас с боевым орденом Красной Звезды. Я его тоже поздравил. Поздравил сейчас же Кармена и Макасеева. Михаил Ефимович, помню, добавил, «Будете получать, кажется, 10 рублей в месяц. От голода это вас не спасет. От проработки тоже». Я впервые в жизни получил орден, да еще такой, о котором не будет в газете. Не скрою, я обрадовался. Я уезжал из Мадрида, снова возвращался и увидел первую победу республиканцев возле Гвадалахары. Фашисты рассчитывали с помощью танков прорваться в Мадрид. В районе Сегуэнси они сосредоточили несколько итальянских дивизий танки и авиацию. Битва кончилась для фашистов неожиданно. Продвинувшись на несколько десятков километров, они были отброшены на исходные позиции, потеряв много людей и техники. Итальянцы сражались плохо, да и рассчитали неосторожно. Были убеждены, что большие танковые соединения быстро выйдут на равнину, где смогут окружить противника. А после контратаки республиканцев итальянские танки очутились в узкой долине, где их нещадно бомбили наши летчики. Я много раз ездил на Гвадалахарский фронт с Кольцовым, с Хемингуэем, с Авичем. Побывал в Паласио и Баржа, в развалинах старого помещичьего дома, из которого грибальдийцы выкинули итальянских фашистов, в расщепленной бомбардировками Бриуэгги. Было необычайно радостно идти по земле, освобожденной от фашистов. Видеть итальянские надписи на стенах, брошенные пушки, ящики с гранатами, ладонки письма. Я разговаривал с победителями, с солдатами частей, которыми командовали Ликстер, Компессино, с бойцами 12-й бригады, с генералом Лукачем, с Фернандо, с болгарами Петровым и Беловым. Разговаривал я и с пленными итальянцами. На дворе была короткая Кастильская весна, бойцы грелись на солнце, небо порой покрывалось металлическими тучами, звенели ливни, и час спустя густая южная лазурь говорила о близком лете. Для нас, переживавших в течение полугода, одни лишь поражения, Гвадалахара была нечаянной радостью. Я думал, что позади не только зима, но и холод отступлений. Среди пленных итальянцев было много горемых, которые охотно бросали оружие. Я увидел знакомых мне итальянских крестьян, добрых и миролюбивых. Они проклинали офицеров дучи войну. Сапожник из Палермо рассказал мне, что помнит 20-й год. Он тогда был мальчишкой, на улице стреляли, а в комнате отца висел портрет Ленина. Он был неграмотным, но сразу понял, где свои, и, воспользовавшись суматохой, перебежал к грибальдейцам. Попадались и настоящие фашисты, не столь жестокие, каких немецкие единоверцы, но чванливые, верившие в громкие фразы Муссолини. Я прочитал дневник одного итальянского офицера. Незадолго до Гвадалахары он писал, «Все испанцы стоят друг друга. Я бы им всем дал касторки, даже этим шутам-фалангистам. Они знают одно, есть и пить за здравие Испании. Серьезно воюем только мы». В итальянской армии было много опереточного. Помню знамя батальона «Черные перья» с надписью «Не блистаем, но жжем». В таком же стиле были выдержаны названия других батальонов «Львы», «Волки», «Орлы», «Неукротимые», «Стрела», «Буря», «Ураган». Однако эти батальоны входили в бригады, дивизии. Из итальянского порта Гаэта непрерывно шли транспортные суда в Кадикс. Подбрасывали людей, артиллерию, танки. На республиканции нашли документы генерального штаба, телеграмму Муссолини, который писал генералу Манчини. «На борту Пола, направляясь в Ливию, я получил донесение о большой битве, развернувшейся возле Гвадалахары. Я с бодростью слежу за эпизодами боя, глубоко убежденный, что храбрость и воинственный дух легионеров положат конец вражескому сопротивлению». Хотя настроение у меня было хорошее, я не разделял оптимизма некоторых уже видевших республиканцев под Сарагоссой. Меня тревожила немнимая храбрость итальянских легионеров, а трусость англичан и французов в комитете по невмешательству. Статья о битве под Гвадалахарой я писал. «Не следует преуменьшать опасность. Италия только вступает в войну». Продвижение республиканцев длилось недолго. В холодную ночь комбриг Петров, командовавший танковым соединением, поил меня горячим чаем. Это был коренастый и добродушный танкист. Он сокрушался. Техники мало. Даже грузовиков не нашли, чтобы подбросить пехоту. Вот и завязли. Но ничего, в конце концов, мы их расколотим. Я встретил генерала Петрова в августе 1941 года под Брянском. Он весело закричал, «Помнишь Брюэгу?» А время было невеселое. Его убили в бою вскоре после нашей встречи. Так он и не увидел разгрома фашистов. В начале апреля республиканцы решили атаковать фашистов, укрепившихся в Касаделькампо. Я пошел в пять часов утра на наблюдательный пункт, который находился в здании дворца. Окна комнаты выходили на запад. Мы видели, как бойцы выбегали из закопов и падали, как двинулись танки. Артиллерийская подготовка была сильной, но пулеметы не умолкали. И почти нигде республиканцам не удалось выбить фашистов из закопов. Вечером нужно было передать в газету отчет о результатах операции. Я не знал, что сообщить и решил описать час за часом все, что видел, не говоря вовсе о наступлении и статье заглавив «День в Касаделькампо». В комнате, где мы находились, висела клетка с канарейкой. Фашисты выпустили несколько снарядов по дворцу. Когда орудия на минуту умолкали, канарейка пела. Очевидно, грохот ее возбуждал. Я упомянул и про канарейку, хотя понимал, что такого рода наблюдение уместнее в романе, нежели в газетной корреспонденции. Редактор про канарейку выпустил. Даже обиделся. Люба тогда была в Москве и пришла в редакцию, чтобы поговорить со мной по телефону. «В чем дело с канарейкой?» спросила она. А я не мог ей объяснить, что в моей статье канарейка запела только потому, что наступлении не удалось. Как-то я слушал радиопередачу из Севильи. Фашисты говорили, «Вокруг Мадрида сосредоточены крупные советские силы, их численность доходит до 80 тысяч». Слушал и горько усмехался. Советских военных было мало. Цифры я не знаю, но я бывал и в Валкало, где стояли наши танкисты, и на двух аэродромах. Очень, очень мало. В различных частях было еще несколько десятков военных советников. Людей было немного, но воевали они хорошо и в критические дни приподняли дух испанцев. Когда в ноябре мадридцы впервые увидели над собой советские истребители, их окрестили курносами, несмотря на воздушную тревогу, они стояли на улицах и аплодировали. Им казалось, что теперь они ограждены от бомб. Из командиров я встречал Камдива Штерна, его называли в Испании Григоровичем, Яна Берзина, Гришина, Камкор-авиации Смушкевича, Дугласа, танкиста Павлова, Батова, Мамсурова, Ксанти, Туманяна и других. Это были разные люди, но все они по-настоящему любили Испанию. Многие из них погибли в годы произвола, а те, что уцелели, до сих пор с нежностью вспоминают испанских товарищей. Не видел я со стороны людей, которых назвал, ни высокомерия, ни даже раздражительности. Она легко могла бы родиться, кадровые военные столкнулись с неразберихой, с анархистами, с наивными командирами, считавшими, что немецкие самолеты можно прогнать с помощью винтовок. Познакомился я с советскими летчиками, танкистами, с некоторыми подружился, лучше понял и войну, и наших людей. Если четыре года спустя я смог работать в Красной Звезде, находил нужные слова, то помогли мне в этом, как и во многом другом, годы Испании. В апреле в Мадрид приехала герцогиня Атольская, член английского парламента от консервативной партии. Ее поместили в той же гостинице, где жили Кармен, Савич, чья. Пока она осматривала город, осколок немецкого снаряда угодил прямо в ее комнату. Журналисты спросили ее, не думает ли она поставить в парламенте вопрос о невмешательстве. Она ответила, что обещала не делать никаких политических заявлений, но восхищается мужеством Мадрида и оплакивает невинные жертвы. Она не была одинокой, многие восхищались и оплакивали, а Гитлер и Муссолини делали свое дело. Мою веру в победу поддерживал испанский характер. Во время одной из бомбежек Петрови я загоняли старую женщину в убежище. Она не хотела идти, говорила, пусть они негодяи видят, что мы их не боимся. Январь 1937 года я пробыл в Париже. в начале февраля вернулся в Испанию. Я увез с собой Савича. Я не собираюсь посвятить эту главу портрету Савича. Я уже говорил, что мало рассказываю о живых. Говоря о себе, я то подымаю, то опускаю занавеску исповедальни. Я волен выбирать. Но говоря о других, я связан. Бог его знает, что можно рассказать, о чем лучше промолчать. Савич мой добрый и старый друг. Черновики многих моих книг испещрены пометками Савича. Он замечал немало погрешностей. Хотя в ранней молодости он был актером, он для меня неотделим от литературы. он не только пишет или переводит, он страстный читатель, и кажется, нет ни одного автора и в девятнадцатом веке, и в советское время, которого он не прочитал бы. Я ему многим обязан, но теперь я ограничиваю себя одним, хочу показать, какую роль могла сыграть Испания в жизни одного человека. Познакомились мы давно, кажется, в 1922 году. Он моложе меня всего на пять лет, но тогда он казался мне подростком. В 1930 году он с молодой женой Алей поселился в Париже, и мы встречались почти каждый вечер. Раз в год перепуганный Савич отправлялся в советское консульство, чтобы продлить паспорта. Мы ездили с Савичами в Британь, Словакию, Скандинавию. Савич показывал Париж Всеволоду Иванову, нашим поэтом, актером театра Мерхольда. Он человек мягкий, благожелательный, спорить не любит, и всем он нравился. В конце двадцатых годов, после нескольких сборников рассказов, в Москве вышел его роман «Воображаемый собеседник». Роман хороший, который понравился столь различным писателям, как Форш, Пынянов, Пастернак. В газетах его разругали. Одно заглавие сердило критиков, хотя еще никто не говорил о новом толковании реализма, но воображать не полагалось. Савич продолжал писать, но второй роман не получился. Он помрачнел. Иногда он посылал очерки в комсомольскую правду, и они никак не напоминали объяснений с воображаемым собеседником. Писал он про то и это, про футбол и про барбюса, про мировой кризис и про рабочие танцульки. Мне казалось, что он не может найти ни своей темы, ни места в жизни. В 1935 году его жена Аля уехала в Москву. Савич должен был вскоре последовать за нею. Но в январе 1937 года я застал его в Париже и легко уговорил посмотреть хотя бы одним глазом Испанию. Сможешь написать для комсомолки 10 очерков. Хотя я хорошо знал Савича, я никогда не видел его перед опасностью смерти. В первый же вечер в Барселоне мы пошли поужинать в хороший ресторан «Остелерия дель Соль». Мы мирно беседовали о старой испанской поэзии, когда раздался необычный грохот. Свет погас. На бомбежку это не походило. И я не сразу понял, что происходит. Оказалось, фашистский кримсер обстреливает город. На параллели один анархист стрелял из револьвера в сторону моря, хотел потопить вражеский корабль. Савич был спокоен, шутил. Потом я видел его во время жестоких бомбежек. Он поражал меня своей невозмутимостью. И я понял, что он боится не смерти, а житейских неприятностей, полицейских, таможенников, консулов. Я повел Савича к Антону Авсеенко, и он сразу пришелся по душе Владимиру Александровичу. Я сказал, что должен съездить на Арагонский фронт, вернусь через неделю, и тогда мы поедем в Валенсию и Мадрид. Владимир Александрович сказал Савичу, а вы приходите к нам запросто. Вернувшись дней десять спустя, я не нашел Савича. Антон Авсеенко мне рассказал, что Савич ездил по Дуэску, а потом с новым послом Гайкисом уехал в Валенсию. Я подумал, ну и Сава. Так я всегда звал Савича. Я остановился, как всегда, в гостинице Виктория, где жили иностранные журналисты. Вечером позвонил Савич. Приходи ко мне, я в метрополе. Я даже растерялся от изумления, но попросил Саву выписать мне пропуск. В метрополе жили наши военные, там помещалось посольство, и проникнуть туда было нелегко. Савича я нашел растерянным. Я попал в дурацкое положение. Я обедал у Антонова Овсеенко, когда приехал посол, он возвращался из Москвы в Валенсию. Я набрался храбрости, может быть, в его машине окажется местечко для меня. Он уснадил меня рядом, а когда мы вошли в метрополь, он распорядился номер для товарища. Советские люди в Испании свято соблюдали конспирацию и никогда не спрашивали человека, кто он, откуда. Так бедный Савич оказался загадочным товарищем, которого посол встретил у Антонова Овсеенко. В метрополе жила корреспондентка Тасса Мирова, высокая, полная и энергичная женщина. Савич ее удивил своей начитанностью эрудицией. Она предложила ему помогать ей в работе для Тасса. Савич был запуган ситуацией, но согласился. Мирова относилась к нему покровительственно и вместе с тем с уважением говорила «Он похож на гравюру». Я поехал с Савичем в машине Мировой в Альбасетте, где формировались интерпригады. Потом в Валенсию приехал корреспондент Тасса Гельфанд, и Мирова решила, воспользовавшись этим, побывать в Мадриде. Мы поехали втроем, Мирова, Савич и я. Это было в марте. Гельфанд остался в Валенсии, там находилось правительство. Я упоминал, что бывал с Савичем на Гвадалахаре. В апреле я уехал к Теруэлю, а потом в Андалузию. Шли бои вокруг по Сабланко. Гельфанд заболел и вернулся в Москву. Мирова его заменила. А Савич оставался в Мадридском паласе, часто бывал на фронте, подружился с нашими военными, с Лоти, с Хаджи, встречался с испанцами, описывал бои и бомбежки. Он наслаждался жизнью. То место, о котором он тщетно мечтал в мирном Париже, оказалось в полуразрушенном, голодном Мадриде. Однако его ждали новые испытания. В мае Мирова вызвала его в Валенсию. Она была чем-то очень взволнована, сказала, что уезжает на несколько дней в Москву. Савич будет жить в ее комнате и выполнять обязанности корреспондента Тасса. Я был в Париже, когда мне позвонил Савич. Мирова почему-то не возвращается. Может быть, ты попросишь Ирину выяснить, что с ней, когда она рассчитывает приехать. Я разговаривал с Ириной по телефону, спросил, что с Мировой. Ирина ответила, что в Москве чудесная погода. Но что с Мировой? Ирина не ответила. Вскоре я приехал в Валенсию, пошел к Савичу. Он сидел расстроенный среди дамских платьев, духов, кремов. Что с Мировой? Я знал, что Мирова жена ответственного работника, который занимался отправкой в Испанию военных советников. знал, что она серьезная женщина, знал также, что Ирина не станет говорить о погоде, когда я ее спрашиваю, что с Мировой. У меня были мрачные догадки, но что такое 1937-й, я тогда еще не знал. Потом были наступления на Уэску, конгресс писателей, бои за Брюнетте. Мы с Савичем видались редко. В ноябре я его нашел в Барселоне, куда переехало правительство. Он писал телеграммы или сидел у телефона, ждал, когда вызовет Москва. В декабре мы простились, я уехал в Москву. Быть корреспондентом Тасса очень легко, и очень трудно. Полгода спустя я сосватал Савича с известиями и появился новый корреспондент с испанским именем Хосе Гарсия. Савич мог описывать людей, говорить о том, что его волновало, немного фантазировать, немного вспоминать милую его сердцу литературу. Так писал Хосе Гарсия. А корреспондент Тасса должен был описывать политическую и военную обстановку, борьбу внутри антифашистской коалиции действий анархистов и паумовцев, испанских троцкистов, словом, быть информатором. До Испании Савич куда больше увлекался поэзией, чем политикой. И за свои обязанности он взялся с девственной чистотой мыслей. После отъезда Кольцова, Кармена, моего, он остался единственным советским корреспондентом в Испании. К нему приходили испанские коммунисты, побеседовать по душам, посоветоваться. Он говорил прекрасно по-испански, и посол Марченко поручал ему побеседуйте с новым министром внутренних дел, это социалист, прощупайте, как он настроен, вам это удобнее, чем мне, вы журналист. Неудивительно, что Савич видел многое глазами испанских коммунистов или работников посольства. однако кроме политики есть душа народа, его горе, его мужество и то подлинное презрение к смерти, которым всегда отличались испанцы. Кроме политических деятелей у Савича были и другие собеседники, солдаты и поэты, крестьяне и шоферы. Он видел то, что когда-то искал в воображаемом собеседнике. Мало сказать, что он полюбил Испанию. Полюбили ее все советские люди в ней побывавшие. Испания оказалась ему сродни. Я не хочу тасовать годы события. В последующих главах я упомяну о встречах с Савичем 1938-1939 годы. А сейчас мне хочется рассказать о том, как сложилась судьба Савича после Испании. Он начал переводить испанских поэтов от старого Хорфея Мэнрике до Мачада Хименеса и Рафаэля Альберти переводил и поэтов Латинской Америке Габриэль Мистраль, Пабло Неруду, Гильена. То место в жизни, которое он нашел весной 1937 года в Мадриде, осталось под ногами. Испанская речь и поэтическая настроенность, укрепившаяся в нем за годы Испании. Это было в марте 1937 года в Мадриде. Я жил в бывшей гостинице Палас, превращенной в госпиталь. Кричали раненые, пахло карболкой. Здание не отапливалось, еды было мало, и как в Москве в 1920 году. Засыпая, я часто мечтал о куске мяса. Как-то под вечер я решил пойти в Гайлорд, где жили наши советники, к Кольцову. Там можно согреться и поесть до сыта. В комнатах, которые занимал Кольцов, как всегда, были люди, знакомые и незнакомые. Гайлорд соблазнял не меня одного. Я сразу увидел, что на столе большой окорок и бутылки, Михаил Ефимович хмыкнул. Здесь Хемингуэй. Я растерялся и сразу забыл про ветчину. У каждого человека бывает свой любимый писатель. И объяснить, почему любишь такого-то писателя, а не другого, столь же трудно, как объяснить, почему любишь такую-то женщину. Из всех моих современников я больше всего любил Хемингуэя. В 1931 году в Испании Тойлер мне дал книгу неизвестного автора «И восходит солнце». Здесь кажется про Испанию, про бой быков. Может быть, это вам поможет разобраться. Я прочитал, раздобыл «Прощай оружие». Хемингуэй помог мне разобраться. Не в бою быков, в жизни. Вот почему я смутился, увидав рослого, угрюмого человека, который сидел за столом и пил виски. Я начал ему объясняться в любви и, вероятно, делал это настолько неуклюже, что Хемингуэй все больше и больше хмурился. Откупорили вторую бутылку виски, оказалось, что бутылки принес он, и пил он больше всех. Я спросил его, что он делает в Мадриде. Он сказал, что приехал как корреспондент газетного агентства. Он говорил со мной по-испански, я по-французски. Вы должны передавать по телеграфу только очерки или также информацию, спросил я. Хемингуэй вскочил, схватил бутылку, замахнулся ею. Я сразу понял, что ты надо мной смеешься. Информация по-французски новелы, а по-испански новелос романы. Бутылку кто-то перехватил. Недоразумение выяснилось, и мы оба долго смеялись. Хемингуэй объяснил, почему он рассердился. Критики его ругают за телеграфный стиль романов. Я рассмеялся. У меня тоже рубленные фразы. Он добавил, одно плохо, что ты не любишь виски. Вино для удовольствия, а виски горючее. Многие тогда удивлялись. А что действительно делает Хемингуэй в Мадриде? Конечно, он был привязан к Испании. Конечно, он ненавидел фашизм. Еще до Испанской войны, когда итальянцы напали на Эфиопию, он открыто выступил против агрессии. Но почему он оставался в Мадриде? Сначала он работал с Ивенсом над фильмом, посылал изредка в Америку очерки. Жил он на Гран-Виа в гостинице Флорида, недалеко которому все время била фашистская артиллерия. Гостиница была продырявлена прямым попаданием фугаски. Никого в ней не оставалось, кроме Хемингуэя. Он варил на сухом спирту кофе, ел апельсины, пил виски и писал пьесу о любви. У него был домик в настоящей Флориде, где он мог бы заниматься любимым делом, ловить рыбу, мог бы есть бифштексы и писать спокойно свою пьесу. В Мадриде он всегда бывал голодным, но это ему не мешало. Его звали в Америку, он сердито откладывал телеграммы «Мне и здесь хорошо». Он не мог расстаться с воздухом Мадрида, писателя привлекали опасность, смерть, подвиги, а человек говорил прямо «Нужно расколотить фашистов». Он увидел людей, которые не сдались и ожил, помолодел. В Гайлорде Хемингуэй встречался с нашими военными. Ему нравился Хаджи, человек отчаянной смелости, который ходил во вражеский тыл. Он был родом с Кавказа и мог легко сойти за испанца. Много из того, что Хемингуэй рассказал в романе «Поком звенит колокол о действиях партизан», он взял со слов в Хаджи. Хорошо, что хоть Хаджи выжил. Я его как-то встретил и обрадовался. Я был с Хемингуэем у Гвадалахары. Он знал военное дело, быстро разобрался в операции. Помню, он долго глядел, как выносили из укрытия ручные гранаты итальянской армии, красные, похожие на крупную клубнику, и усмехался. «Побросали все, узнаю». В Первую мировую войну Хемингуэя сражался добровольцем на Итало-Австрийском фронте. Он был тяжело ранен осколками снаряда. Увидав войну, он ее возненавидел. Ему нравилось, что итальянские солдаты охотно бросают винтовки. Герой его романа «Прощай оружие», Фред Генри мог только одобрить их. Шла жестокая, бессмысленная война. Машинная цивилизация, переживая свое отрочество, пожирала ежедневно десятки тысяч людей. Хемингуэй был вместе с Фредом. Он, не Эрнест Хемингуэй, а Фред Генри, полюбил англичанку Кэтрин. Любовь эта, как и в других романах Хемингуэя, изумительный сплав чувственности и целомодрия. Фред распрощался с оружием. «Я решил забыть про войну. Я заключил сепаратный мир». А у Гвадалахары, на Хараме, в университетском городке, Хемингуэй любовно оглядывал пулеметы интербригадовцев. Древние римляне говорили, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. При одной из наших первых встреч Хемингуэй сказал мне, «Я не очень-то разбираюсь в политике, да и не люблю ее, но что такое фашизм, я знаю, здесь люди сражаются за чистое дело». Хемингуэй часто ездил на КП 12-й бригады, который командовал генерал Лукач, венгерский писатель Матезалка. В годы Первой мировой войны они сидели друг против друга в окопах двух враждовавших армий. Под Мадридом они дружески беседовали. «Война пакость», вздыхая, признавался веселый обычный Матезалка. «И еще какая?» отвечал Хемингуэй. А минуту спустя продолжал. «Теперь, товарищ генерал, покажите мне, где артиллерия фашистов». Они долго сидели над картой, испещренной цветными карандашами. «У меня случайно сохранилась маленькая любительская фотография у Паласио и Барра, Хемингуэй, Ивенс, Реглер и я». Хемингуэй еще молодой, худой, чуть улыбается. «Как-то Хемингуэй сказал мне, формы, конечно, меняются, а вот темы, но о чем писали и пишут все писатели мира? Можно сосчитать по пальцам любовь, смерть, труд, борьба. Все остальное сюда входит. Война, конечно, даже море». В другой раз мы разговаривали о литературе в кафе на Пуэрто Даль-Соль. Эта кафе чудом уцелела между двумя разбитыми домами. Подавали там только апельсиновый сок с ледяной водой. День был скорее холодным, и Хемингуэй вытащил из заднего кармана флягу, налил виски. «Мне кажется», говорил он, «никогда писатель не может описать все. Есть, следовательно, два выхода. Описывать бегло все дни, все мысли, все чувства или постараться передать общее в частном, в одной встрече, в одном коротком разговоре. Я пишу только о деталях, но стараюсь говорить о деталях детально. Я сказал ему, что во всех его произведениях меня больше всего поражает диалог. Не понимаю, как он сделан». Хемингуэй усмехнулся. «Один американский критик уверяет и всерьез, что у меня короткий диалог, потому что я перевожу фразы с испанского на английский». Диалог Хемингуэя так и остался для меня загадкой. Конечно, когда я читаю роман или рассказ, который меня увлекает, я не думаю над тем, как они сделаны. Читает читатель, но потом писатель невольно начинает задумываться над тем, что связано с его ремеслом. Когда мне понятен прием, я могу сказать, что книга написана плохо, в средне или хорошо. Очень хорошо. Она может мне понравиться, но она меня не потрясает. А диалог в книгах Хемингуэя остается для меня загадкой. В искусстве может быть самое большое, когда не понимаешь, откуда сила. Почему я полвека повторяю про себя строки блока «Я звал тебя, но ты не оглянулась, я слезы лил, но ты не снизошла». Нет здесь ни новой мысли, над которой задумаешься, ни непривычных слов. Так и с диалогом Хемингуэя. Он прост и загадочен. Брик, когда к ней однажды пришли гости, сказала, что поставит магнитофон. Потом мы услышали наш разговор и стало неприятно. Мы говорили длинными литературными фразами. Герои Хемингуэя говорят иначе, коротко, как бы незначительно, и вместе с тем каждое слово раскрывает душевное состояние человека. Когда мы читаем его романы или рассказы, нам кажется, что именно так говорят люди. А на самом деле это неподслушанные фразы, не стенографическая запись. Это эссенция разговора, созданная художником. Можно понять американского критика, решившего, что по-хемингуэй говорят испанцы. Но Хемингуэй не переводил диалога с одного языка на другой. Он его переводил с языка действительности на язык искусства. Человек, случайно встретивший Хемингуэя, мог подумать, что он представитель романтической богемы или образцовый дилетант. Пьет, чудачит, колесит по миру, ловит рыбу в океане, охотится в Африке, знает все тонкости боя быков, неизвестно даже, когда он пишет. А Хемингуэй был работягой. Уж на что развалины Флориды были неподходящим местом для писательского труда, он каждый день сидел и писал. Говорил мне, что нужно работать упорно, не сдаваться. Если страница окажется бледной, остановиться, снова ее написать в пятый раз, в десятый. Я многому научился у Хемингуэя. Мне кажется, что до него писатели рассказывали о людях, рассказывали порой блистательно, а Хемингуэй никогда не рассказывает о своих героях, он их показывает. в этом может быть объяснение того влияния, которое он оказал на писателей различных стран. Не все, конечно, его любили, но почти все у него учились. Он был моложе меня на 8 лет, и я удивился, когда он мне рассказал, как жил в Париже в начале 20-х годов, точь-в-точь, как я на 8 лет раньше. Сидел за чашкой кофе в Селекте рядом с Ротондой и мечтал о лишнем рогалике. Удивился я потому, что в 1922 году мне казалось, что героические времена Монпарнаса позади, что в Селекте сидят богатые американские туристы, а там сидел голодный Хемингуэй, писал стихи и думал над своим первым романом. Вспоминая прошлое, мы узнали, что у нас были общие друзья, поэт Блес-Сандрар, художник Паскин. Эти люди чем-то напоминали Хемингуэя, может быть, чрезмерно бурной жизнью, может быть, сосредоточенным вниманием к любви, к опасностям, к смерти. Хемингуэй был человеком веселым, крепко привязанным к жизни, мог часами рассказывать о какой-то большой и редкой рыбе, которая проходит поблизости от берегов Флориды, о боебыков, о различных своих увлечениях, однажды он неожиданно прервал рассказ о рыбной ловле, а все-таки в жизни есть твой смысл. Я думаю сейчас о человеческом достоинстве. Позавчера возле университетского городка убили американца. Он два раза приходил ко мне, студент. Мы говорили, бог знает о чем, о поэзии, потом о горячих сосисках. Я хотел познакомить тебя с ним. Он очень нехорошо сказал, большего дерьма, чем война, не придумаешь. А вот здесь я понял, зачем я родился. Нужно отогнать их от Мадрида. Это как дважды два. И помолчал, Хемингуэй добавил, видишь, как получается. Хотел распрощаться с оружием, а не вышло. Он тогда писал, «Впереди пятьдесят лет необъявленных войн, и я подписал договор на весь срок. Не помню, когда именно, но я подписал». Это говорит один из героев Хемингуэя, но это повторял не раз и автор. Запомнился еще один разговор. Хемингуэй сказал, что критики не то дураки, не то прикидываются дураками. Я прочитал, что все мои герои не в растеннике, а что на земле сволочная жизнь это снимается со счета. В общем, они называют не в растении, когда человеку плохо. Бык на арене тоже не в растенник, но Лугу он здоровый парень, вот в чем дело. В конце 1937 года я возвращался из Теруэля в Барселону. У моря цвели апельсиновые деревья, а под Теруэлем, который расположен высоко, мы мерзли, чихали. Я приехал в Барселону, продрогший, замученный и крепко уснул. Проснулся я от того, что кто-то меня тряс. Надо мной стоял Хемингуэй. «Ну что, возьму Теруэль?» спросил он. «Я туда еду с Капой». В дверях стоял мой друг, фотограф Капа, он погиб во время войны в Индокитае. Я отвечал, «Не знаю, началось хорошо, но говорят, что фашисты подтягивают резервы». Я окончательно проснулся и в ужасе посмотрел на Хемингуэя. Он был одет по-летнему. «Ты сошел с ума, там собачий холод». Он засмеялся. «Топливо со мной» и начал вытаскивать из разных карманов фляги с виски. Он был бодрым, улыбался. Конечно, трудно, но их все-таки расколотят. Я дал ему имена испанских командиров, сказал, чтобы он нашел Григоровича. Он тебе поможет. Мы распрощались на испанский лад, похлопали друг друга по спине. У Хемингуэя сохранилась фотография. Я в постели, а он надо мной. И этот снимок был помещен в американской книге о его жизни. Когда в июне 1938 я вернулся в Испанию, Хемингуэя там уже не было. Запомнился он мне молодым и худым. Я его не узнал, увидев 10 лет спустя фотографию толстого дедушки с большой белой бородой. Я с ним снова встретился в конце июля 1941 года. В Москве почти каждую ночь были воздушные тревоги. Нас загоняли в убежище. Захотелось выспаться и с Лапиным мы решили провести ночь в Переделкине на пустовавшей даче Вишневского. Мне дали рукопись перевода романа Хемингуэя «По ком звенит колокол». Мы так и не выспались. С Борисом Матвеевичем всю ночь читали, передавая друг другу прочитанный лист. На следующий день Лапин должен был уехать под Киев, откуда он не вернулся. Громыхали зенитки «А мы все читали, читали». Роман был об Испании, о войне. И когда мы кончили, мы молча улыбнулись. Это очень печальная книга, но в ней вера в человека, любовь обреченная и высокая, героизм группы партизан во вражеском тылу, с которыми находится американский доброволец Роберт Джордан. В последних страницах книги утверждение жизни, мужества, подвига. Роберт Джордан лежит на дороге с раздробленной ногой. Он отослал своих товарищей. Он один, у него ручной пулемет. Он может застрелиться, но хочет умирая убить несколько фашистов. Хемингуэй прибег к внутреннему диалогу. Вот короткий отрывок. Все шло так хорошо, когда ударил этот снаряд. Подумал он. Но это еще счастье, что он не ударил раньше, когда я был под мостом. Со временем все это у нас будет налажено лучше. Коротковолновые передатчики, вот что нам нужно. Да нам много чего нужно. Мне бы, например, хорошо иметь запасную ногу. Послушай, а может быть все-таки сделать это, потому что если я потеряю сознание, я не смогу справиться, меня возьмут и будут задавать мне вопросы всякие вопросы и делать всякие вещи, и это будет очень нехорошо. Плохо ты с этим справляешься, Джордан, сказал он. Плохо справляюсь. А кто с этим хорошо справляется? Не знаю, да и знать не хочу, но ты плохо, именно ты совсем плохо, совсем плохо, совсем. По-моему, пора сделать это. А по-твоему? Нет, не пора, потому что ты еще можешь делать дела, до тех пор, пока ты знаешь, что это ты должен делать дело, до тех пор, пока ты еще помнишь, что это ты должен ждать. Идите же, пусть идут, пусть идут. Ты думай о тех, которые ушли, сказал он, думай, как они пробираются лесом, думай, как они переходят ручей, думай, как едут в зарослях вереска, думай, как они поднимаются по склону, думай, как сегодня вечером им уже будет хорошо. Я больше не могу ждать, сказал он. Если я подожду еще минуту, я потеряю сознание, но если дождешься и задержишь их хотя бы ненадолго, или если тебе удастся убрать офицера, это может многое решить. Внутренний диалог кончается. Счастье Роберта Джордана не изменило ему, потому что в эту самую минуту кавалерийский отряд выехал из леса и пересек дорогу. Название романа Хемингуэй взял из стихов английского поэта 17 века Джона Донна и поставил эпиграфом «Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волной смоет в море береговой утес, меньше станет Европа. И также если смоет край мыса или разрушит дом твой или друга твоего, смерть каждого человека умоляет и меня, ибо я один со всем человечеством. А потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». Эти стихи могут стоять эпиграфом ко всему, что написал Хемингуэй. Менялись времена, менялся и он, но неизменно в нем оставалось то ощущение связи одного человека со всеми, которое мы часто называем по-книжному гуманизмом. После смерти Хемингуэя я прочитал статью в одной американской газете. Критик уверял, что гражданская война в Испании была для писателя случайным эпизодом между боем быков и охотой на носорогов. А это неправда. Хемингуэй не случайно оставался в осажденном Мадриде, не случайно во время Второй мировой войны, будучи военным корреспондентом, вместо того, чтобы сидеть в штабах, отправился к французским партизанам, не случайно приветствовал победу сторонников Фиделя Кастро. В его жизни была своя линия. В августе 1942 года в очень скверное время я писал «Хотелось бы встретить Хемингуэя после большой всеевропейской гвадалахары фашизма». Мы должны защитить жизнь в этом призвании нашего злосчастного поколения. А если не удастся мне многим из нас увидеть своими глазами торжество жизни, то кто не вспомнит в последний час американца с разбитой ногой на Кастильской дороге, маленький пулемет и большое сердце. Роман по ком звонит колокол многие поносили. Одно дело старики море, другое молодости война за человеческое достоинство. Ругали роман разные люди и по-разному. Одних возмутило, что Хемингуэй оправдывает войну и что увлекшись временным он забыл про искусство. Другим не нравились описания отдельных эпизодов гражданской войны. Третьим страница посвященная Андре Марти стоит писателю сказать нечто за 50 лет или хотя бы за день до того, как это становится общеизвестной истиной, на него все обрушиваются. Но если бы писатели старательно переписывали аксиомы, то они были бы заправскими дармоедами. Когда я был весной 1946 года в Соединенных Штатах, я получил письмо от Хемингуэя. Он звал меня к себе на Кубу, с нежностью вспоминал Испанию. Поехать на Кубу мне не удалось. Незадолго до смерти Хемингуэй мне передал привет, надеется, что скоро встретимся. Я тоже надеялся. И вот короткая газетная телеграмма. Сколько раз сообщали о смерти Хемингуэя и в 1944 году и 10 лет спустя, когда над Угандой разбился самолет, в котором он летел. Потом следовали опровержения. Теперь опровержения не было. Хемингуэй никогда не говорил мне о том, что его отец, врач, кончил жизнь самоубийством. Об этом я узнал от общих друзей. Герой романа, по ком звонит колокол, в последнюю минуту думает, «Я не хочу делать то, что сделал мой отец. Я сделаю, если понадобится, но лучше бы не понадобилось. Я против этого. Не думать об этом». Хемингуэй решил вопрос иначе, нежели Роберт Джордан. Смерть как-то сразу вошла в его жизнь. И о нем можно сказать без натяжки «Умер, как жил». А я, оглядываясь на свой путь, вижу, что два писателя из числа тех, кого мне посчастливилось встретить, помогли мне не только освободиться от сентиментальности, от длинных рассуждений и куцых перспектив, но и попросту дышать, работать, выстоять. Бабель и Хемингуэй. Человеку моих лет можно в этом признаться. Обязанности военного корреспондента, может быть, и моя непоседливость, заставляли меня все время кочевать. Один из шоферов, молодой Аугусто, ночью боялся заснуть у руля и просил «Расскажи, какие дороги в Китае». Я ему говорил, что никогда в Китае не был. Он скептически усмехался. «Удивительно, я гляжу на тебя, не можешь две ночи подряд переночевать в одной комнате». Я просмотрел подшивку «Известий» за апрель 1937 года. Седьмого я был возле Марата де Тахунья, где шли бои за седьмую дорогу. Девятого описывал атаку в Каса Дель Кампо, одиннадцатого писал про бомбежку Сагунто, семнадцатого сообщал из Валенсии о документах, найденных на немецком летчике, двадцать первого передавал из-под Теруэля об очередном наступлении, двадцать шестого бродил по городу Пасабланко на Южном фронте. Да и разные у меня были занятия, кроме газетной работы. В секретариате по пропаганде мне рассказали, что Франко мобилизовал молодых крестьян. Нужно им объяснить, почему республиканцы воюют против фашистов, а листовок солдаты не подбирают, боятся. Испанцы редко курят изготовленные на фабрике сигареты, предпочитают самокрутки. В республиканской Испании не было табака. У фашистов был табак, но не было папиросной бумаги, которая выделывалась в Леванте. Она поступала в продажу в виде маленьких книжиц. Я предложил на каждом десятом листочке напечатать то, что нужно, а книжки с маркой старой солидной фирмы бросать в окопы противника. Дело оказалось сложным. Пришлось самому ездить на фабрику, уговаривать выполнить заказ. Потом я видал перебежчиков с пропуском листиком папиросной бумаги. Курить хотелось всем, и хотя фашистские офицеры уверяли, будто бумага отравленная, книжки охотно подбирали. Как-то в Валенсии в гостинице «Виктория», где я обычно останавливался, ко мне подошел швейцарец, представитель Красного Креста. Он сказал, что в фашистской тюрьме находятся советские летчики, взятые в плен. Франкисты согласны их обменять на пленных немецких офицеров. Он дал мне список. Я сразу понял, что ни один из летчиков не назвал себя. Фамилии были прозвищами, придуманными для Испании. Почему-то часто выбирали отчества Иванович, Михайлович, Петрович, и фамилии звучали как сербские. Я тотчас передал список Штерну. Год спустя с сотрудником советского посольства я стоял возле моста, соединяющего французский пограничный город Андай, в наших газетах писали Хэндай, с испанским Ируном, захваченным в начале войны фашистами. Обмен произошел на мосту. Наши летчики выглядели ужасающе, измученные, изголодавшиеся в лохмотьях. Мы их прежде всего накормили. Было это вечером. Магазины давно позакрывались, а летчиков необходимо было одеть. Товарищи повели меня к владельцу магазина готового платья, который слыл сочувствующим, объяснили ему в чем дело. Час спустя летчики могли сойти за иностранцев, возвращающихся с курорта. Они сдержанно спокойно рассказывали о пережитом. Только когда их провели в спальный вагон и они увидели постеленные койки, сверкающие простыни, один не выдержал. Я увидел в его глазах слезы. Генерал Захаров, с которым я встречался в Испании, а потом на Белорусском фронте он командовал авиационным соединением, куда входил французский полк Нормандия Неман. Недавно рассказал мне, что некоторые из этих летчиков живы. Он знает, где они находятся. Я обрадовался. Случайно я затестался в их судьбу. Я не соблюдаю хронологической последовательности. В памяти клубок городов и дат. Да я не пытаюсь дать историю испанской войны. Мне хочется рассказать о том, чем я жил и какой видел Испанию весной 1937 года. Разные города жили по-разному. Мадрид был фронтом. Валенсия неожиданно стала столицей, искусственной и неправдоподобной. А Барселона оставалась Барселоной, большим городом с буржуазиями, с анархистами, с традициями баррикад и предательств, с сотнями баров на людной параллели, с беспечностью и вместе с тем трагичностью. Появились карточки очереди, но душа города не изменилась. Я думал, что после февральского обстрела крейсером барселонцы насторожатся, одумаются, но похоронили убитых, расчистили улицы, и жизнь потекла по-прежнему. Устроили неделю войны. Театры должны были вставить военные пьесы, по радио передавали антифашистские речи, на улицах пестрели плакаты «Все на фронт». Пожалуй, это убедительнее всего говорило о легкомыслии Барселоны. 35-ю неделю ожесточенных боев и бомбежек объявили неделей войны. Кончилась неделя, и в театрах возобновили легкие комедии, а в витринах книжных магазинов вместо брошюр, изданных секретариатом пропаганды снова появились романы, анархистские теоретические книги и сочинения, посвященные сексуальной проблеме. Однако, куда опаснее беззаботности были внутренние распри. Я был далеко от Каталонии на Южном фронте, когда в Барселоне шли уличные бои между анархистами и штурмовой гвардией. Выдавать происшедшие только за провокацию так же наивно, как увлечение дореволюционных эсеров террором объяснять заданиями Азефа. Для анархистов государство было злом, и хотя в правительство Кабальера входили представители СНТ, барселонская и арагонская вольница продолжали углублять революцию. Когда в начале июня я снова увидел Барселону, я понял, что нет ни подлинного единства, ни доверия. Франко был далеко, и различные партии с опаской, порой с неприязнью поглядывали одна на другую. Каталонская буржуазия, вначале поддерживавшая Кампаниса, была напугана и анархистами, и усилением власти центрального правительства. Рабочие, находившиеся под влиянием СНТ-ФАИ, считали, что коммунисты, объединившись при это, предали революцию. Правда, кое-где на Арагонском фронте колонны, став дивизиями, несколько подтянулись. Были в Барселоне рабочие, понимавшие, что прежде всего нужно разбить Франко. Помню, собрание на заводе Дженерал Моторс решили работать по десяти часов в день, чтобы дать армии больше грузовиков. Один старый синдикалист кричал, мало десять, нужно шестнадцать. Но куда чаще приходилось слышать ожесточенные споры. Порой убивали из-за угла. Барселона, на вид веселая и беспечная, металась в лихорадки. В Валенсии разместилось правительство, и город заполнили чиновники, беженцы из Мадрида, из городов, захваченных фашистами, дипломаты, журналисты. На площади Костыляр висело давно выленившее полотнище. Отсюда всего сто пятьдесят километров до фронта. От Мадрида до фронта не было и пяти километров. Но даже в Мадриде молодежь танцевала, суды разбирали дела о разводах, профсоюз официантов обсуждал новые ставки, и мальчишки выпрашивали у интербригадовцев заграничные почтовые марки. А Валенсия, по испанским понятием, была глубоким тылом. Не будь частых ночных тревог, а порой бомбежек до наплыва беженцев, можно было позабыть, что война в самом деле недалеко. Бульвары были обсажены апельсиновыми деревьями, плоды валялись на земле. Стояли очереди за мясом, за молоком. Апельсинов было слишком много. Они гнили в порту, куда редко заглядывали иностранные суда. Кафе были переполнены. Посетители гадали, где начнется наступление под Мадридом, у Кордовы или на Арагонском фронте. Толковали и о других битвах. Политические бури не притихали. Кабальера вышел в отставку и обличал при это. Помню, как все в Валенсии передавали последнюю новость. Кабальера хотел выступить на митинге в Аликанте, но его задержали на дороге мотоциклисты. Председатель Арагонского комитета, непримиримый анархист Аскасо отказался признать правительство Негрина. Ассанья огорчался и молчал. Компанист говорил, но тоже огорчался. Каждый день в Валенсии приезжали командиры с различных фронтов, требовали оружия. В одном из посольств Латинской Америки, куда пригласили журналистов, я увидел фашистов, вывезенных из Мадрида. Какая-то дама повторяла, это такой ужас, такой ужас. В гостинице Виктория, где я жил, иностранные журналисты пили коктейли, по вечерам играли в покер, жаловались на скуку. Иногда устраивали митинги на площади, иногда обнаруживали шпионов Виктории. Жара стояла несносная, с окрестных рисовых полей шла горячая сырость. Зимой я часто встречался в Валенсии с Андре Малеро. Его эскадрилья стояла неподалеку от города. Это человек, который всегда живет одной страстью. Я знал его в период увлечения Азией, потом Достоевским и Фолкнером, потом Братством Рабочих и Революцией. В Валенсии он думал и говорил только о бомбежках фашистских позиций. А когда я заговаривал о литературе, дергался и замолкал. У французских добровольцев были старенькие плохие самолеты. Но пока республиканцы не получили советской техники, эскадрилья, созданная Малеро, сильно им помогала. Однажды он рассказал мне эпизод, который потом описал в романе «Надежда» и сделал стержнем снятого им в Испании фильма. Из фашистской зоны пришел крестьянин, сказал, что покажет, где находится фашистский аэродром. Крестьянина французы взяли с собой. Но он не мог с высоты распознать местность. Летчику пришлось лететь на малой высоте. На аэродром сбросили бомбы, на самолет обстреляли. Механик был тяжело ранен. В Валенсии для Малеро это было не литературным сюжетом, а боевыми буднями. Он воевал. В метрополе жили некоторые наши военные. Во всех соседних домах жители разводили кур. Ксанти майор Хаджи ложился спать поздно, и на заре его неизменно будили петухи. Он жаловался, черт знает что, да не будь я советским, я бы перестрелял всех петухов. Я поехал снова в Альбасете. До войны это был захолустный город, торговавший шафраном и ножами. Достопримечательности в нем не было, и туристы здесь не останавливались. В Альбасете формировались интернациональные бригады. Город подвергся сильным налетам фашистской авиации и напоминал разбомбленные предместия Мадрида. Мне запомнились в музее Христос на кресте со свежей раны от осколка бомбы и среди развалин большого кафе клочов старой афиши «Сегодня бал» в Капитолии. Пока я ходил по городу, в гостиницу пришли два человека из штаба Марти, обыскали мою комнату и нашли несколько номеров французской газеты «Тан». Они меня ждали и повели в штаб. Там выяснилось, что я корреспондент из вестий, и кто-то, гаркнув, что произошло недоразумение, пошел докладывать начальнику. Часа два я проговорил с Андре Марти. Это был человек честный, но легко подозревавший других в предательстве, вспыльчивый и не раздумывавший над своими решениями. После этого разговора у меня осталась горечь. Он говорил, а порой и поступал как человек больной манией преследования. Я утешился вечером с интербригадовцами. Здесь были испанцы, французы, немцы, итальянцы, поляки, сербы, англичане, негры, русские эмигранты. Пели и молодую гвардию, как в предместе в Париже, и традиционное красное знамя итальянцев, и печальную песенку Мадрида о французском масте и четырех генералах, и нашу про Волочаевские дни, и болгарские с понятными словами, с незнакомой восточной мелодией, похожей на водоворот звуков, вспоминали далекие города, шутили, подбадривали друг друга. Много лет спустя на первых конгрессах сторонников мира, когда молоденькие делегаты пели, подывали вверх пестрые платочки, неистово аплодировали, я вспоминал Испанию. Их отцов или старших братьев я видел в Альбасете. Многие из них погибли под Мадридом, под Уэской, на Хараме не верится даже, что в 30-е годы нашего века могла подняться из народных глубин большая и одинокая волна братства, самопожертвования. Верность заверяли тогда не подписями, не речами, а своей кровью. По каждому из этих людей можно было бы написать необыкновенную книгу, а книг не написали. Пришла Вторая мировая война и потоки крови смыли кровавые капли на камнях Кастилии или Арагона. В конце апреля я поехал в Андалузию, где шли бои за кусок земли, который называли Эстромадурским клином. От Матриля до Дон-Бенито сотни километров. Можно с равным правом сказать, что никакого фронта там не было и что фронт был повсюду. В окрестностях Гренады верхушки гор были заняты республиканцами или фашистами, а между ними в долинах крестьяне, привыкшие к выстрелам как грозам, послят ора овец. Порой даже дороги не охранялись. Я видел бойца-анархиста, который взял в плен двух фашистских офицеров. Они прикатили в машине, не это было у Адамуса возле Кордовы, то есть на самом оживленном стекторе Южного фронта. Фашисты старались прорваться к Альмадену. Их соблазняла ртутная руда. Несмотря на бомбежки, на голод, горняки продолжали работать. Фашистам подбросили итальянскую дивизию голубые стрелы, и они подошли вплотную к Пасабланко. Этот городок отчаянно бомбили. Его неравными, но республиканцы удержали Пасабланко. Ими командовал кадровый полковник Перес Салес, по-старомодному учтивой седой щетиной. Трудно разгадать людей по виду. Я глядел на него и думал, вот ехал бы я в поезде, и напротив сидел бы такой человек. Да разве я понял бы, на что он способен? Перес Салес говорил мне, я не коммунист, не анархист, я, знаете ли, самый обыкновенный испанец. Но что я мог сделать? Застрелиться нечестно. Вот в том окопе мы отстреливались. Два пулемета. У них было девять батарей. Только не подумайте, что это хвостовство. Я вам говорю, другого выхода у нас не было. Я мало разбираюсь в политике, но я испанец. Я люблю свободу. На выручку защитников Пасабланка пришел батальон, который назывался батальоном имени Сталина. Он состоял из андалузцев, главным образом горняков Линареса, где добывали свинец. Командовал батальоном толстый веселый южанин Габриэль Годой. Он рассказал мне, что с детства работал на рудниках. Походил он на добродушного медведя и признался, что пишет стихи. В Андалузии было мало порядка, но еще много нерастраченного жара. В Хаэне меня заставили рассказывать о Маяковском. Началась бомбежка, никто не двинулся с места, продолжали жадно слушать. А бомбили Хаэн сильно. Там я увидел сцену, которую мучительно вспоминаю даже после последней войны, после всего, на что мы нагляделись. Осколок бомбы сорвал голову девочки. Мать сошла с ума, не хотела отдавать тело дочке, ползала по земле, искала голову, кричала «Неправда, она живая!» На одной из улиц Хаэна я долго глядел на старого гончара, который делал кувшины. Кругом были развалены домов, а он спокойно мял глину. В Пасабланка бомба снесла крышу суконной фабрики. Станки уцелели, и в полупустом городе, разбитом снарядами, без крова, без хлеба, рабочие возобновили работы, изготовляли солдатские одеяла. Я постоял и подумал, все-таки они должны победить. Это против логики, против здравого смысла. Армия Франко становится все сильнее, но нет, мысль не мирится с тем, что останутся напрасными такое мужество, такая душевная щедрость. Я возвращался из Пасабланка в Валенсию. Путь был долгим, можно было о многом подумать. Шофер, веселый андалузец, пел печальные фламенко, а я почему-то вспомнил село Буньоль в Леванте. Там было семь тысяч душ. Это село приютило три тысячи беженцев из Мадрида, Малаги, Эстромадуры. В каждом доме я видел чужих детей. В одном доме меня заставили остаться, поставили на стол миску с супом. Сколько вас, спросил я хозяйку, шестеро, а теперь еще трое из Мадрида. Справляетесь, она улыбнулась. Справляемся, а не хватит, потерпим, гостей не обидим. Вот об этом я тоже думал, о благородстве. Нигде я не сталкивался с оскаридностью, с желанием сохранить свое добро или, хуже того, разбогатеть на чужой беде. Кормили меня хорошо, я был русским. Кормили Аугуста, он из Мадрида, но кормили еще и Пепе, и Кончиту, и Фернандо, не спрашивая, откуда они, говорили, время такое. Полковник Перес Салис сказал, что воюет за свободу. Я так и не добился от него, о какой свободе он думал, вероятно, о главной, достойно прожить, достойно умереть. Анархист Пепе, тот, что дополз до окопов фашистов и раскидал курительную бумагу с призывами, говорил мне, что воюет за новый мир, все будут трудиться. Твой земляк Бакунин правильно рассуждал, к черту ангелов, министров, генералов, полицейских, без них будет лучше. Шофер был коммунистом. Он сказал мне, что умнее всех Хосе Диас. Когда расколотят фашистов, люди пойдут учиться, а ему хочется научиться писать такие пьесы, чтобы все плакали и смеялись, даже старый Перес Салис. Была короткая южная весна, и в долинах зеленела трава, краснели маки. Иногда горы наползали на дорогу, иногда раскрывалась даль, домик, несколько зеленых дубов, речушка. Мы пересекали Ла-Манчу. Вот, наверное, на этом постоялом дворе заночевал рыцарь печального образа. Я думал о книге, которую люблю с детства. Конечно, Дон Кихот переведен на все языки, он волнует людей за тысячи версток Ла-Манчи. Но написать эту книгу мог только испанец. Есть в ней чудесный сплав пафоса и сатиры, благородства и унижения, жестокой морали басен и самой высокой поэзии. И напрасно придумали, что толстяк Санчо Панса противопоставлен Дон Кихоту. Их не разделить никакими испытаниями. Я думал об этом, потому что видел не раз, как шли рядом навстречу смерти Дон Кихот и Санчо. Свобода Санчо есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей. С ней не могут сравниться никакие сокровища, ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском. И напротив того, неволя есть величайшие из всех несчастья, какие только могут случиться с человеком. Я вспомнил и эти слова. Зря я спрашивал старого полковника, о какой свободе он думает. Он ведь сказал, что он испанец, Дон Кихот из Пасабланко. Дон Кихот в 1937 году. В Сариньене я часто бывал еще в те времена, когда ездил с кинопередвижкой. Теперь здесь помещалась группа наших советников. За столом сидел низкий плотный человек, очень мрачный. Перед ним лежала карта и номер правды. Я сказал, что должен передавать визвестие о ходе боял за Уэску. Он налил мне из кувшина холодного чая. Такой жары, кажется, еще не было. Показал на карте деревню Чемильяс. Задача перерезать дорогу на Хаку. Ясно? Он помолчал и вдруг скороговоркой спросил. Новости знаете? Тухачевский Якиру Боревич к расстрелу. Враги народа. Он бросил на пол недокуренную папиросу, тотчас закурил другую и, наклонившись низко, к карте стал насвистывать что-то залихватское. Лицо у него еще сильнее помрачнело. Он долго рассматривал карту и, кажется, забыл о моем присутствии. полчаса спустя взглянув на меня угрюмо сказал «Так вы говорите визвестие? А Кольцов где? Дорога на Хаку вот здесь домбровцы командуют херасии, здесь грибальдийцы подчарди. Лукач вам все расскажет, он, кажется, еще в Каспии. Видите, в машине будет хуже». День был действительно на редкость знойным. Кругом пылали скалы, ни дерева, ни травинки, рыжая каменная пустыня. Я сидел рядом с водителем и по глупости высунул в оконце голую руку. Машина шла быстро, казалось, что хоть руку обдувает ветерок. В Каспии Лукача не оказалось, сказали, что он далеко, в Игрейсе. Рука распухла и меня лихорадила, Игрейс с глиняными домиками на склоне голой горы напоминал раскаленный аул. Там я в последний раз увидел генерала Лукача, или, говоря точнее, маты Залку. Обидно, что я плохо запомнил ту встречу. Мне было не по себе, может быть, от ожога, может быть, от разговора с Ореньене. Залка был усталым, признался, что у него мигрень, ругал меня. Руку вы должны беречь, как-никак писатель. Только прощаясь, он вдруг улыбнулся. Скажите, вам не хочется на дачу? Ну, на денек. На следующий день я поехал из Барбастро в Игрейс. Там мне сказали, что капе Лукача в деревне Апиес. Мы ехали по дороге, которая петляла. Несколько раз я спрашивал, туда ли мы едем. Вдруг один боец, сам не свой, выкрикнул, на нижней дороге снаряд генерала. Я повернул назад. Мы ехали долго. Каменный дом, здесь госпиталь. Сначала меня не пускали, потом пришел врач. Лукач в безнадежном состоянии. Реглеру сделали переливание крови, его жизнь вне опасности, но ранение тяжелое. Шофер ранен в голову, он сидел рядом с генералом. Ваш соотечественник отделался легко, рано в ногу, его только что увезли. Я передал весь вести, что залка убит, реглер ранен. На следующий день, разговаривая с редакцией, я спросил, напечатано ли мое сообщение о реглере. Я знал, что его жена в Москве и боялся, что до нее может дойти телеграмма, напечатанная в одной из мадридских газет о смерти реглера. Мне ответили, в правде напечатано, что реглер убит, мы не можем опровергать правду. Я связался по телефону с Кольцовым, который был в Валенсии. Михаил Ефимович хмыкнул, ну и дураки, хорошо, сейчас передам, кланитесь реглеру, маты жалко. На следующий день началось наступление. Я звонил по два раза в день. Чемильяс, Сан-Рамон, Хейнкели, Фиаты, воздушные бои, атаки, контратаки. Наступление не удалось. Части, стоявшие вокруг Уэски, бездействовали. Бои шли только за дорогу на Хаку. Танки опоздали. У интербригадовцев потери были большие. Пять или шесть дней спустя все кончилось. Я сейчас думаю не об Уэске, о генерале Лукаче. Рассказывая о людях, которых я знал, я начинаю рассказ с того дня, когда я их впервые увидел, или когда случайное знакомство превратилось в нечто другое, когда они вошли в мою жизнь. А рассказ о мате-залке я начал с его смерти. Она меня потрясла. Да и узнал я его незадолго до конца. Все мои воспоминания относятся к марту-апрелю 1937 года. Бриуэго, различные капе, потом две деревни, где 12-я бригада отдыхала под бомбежками, Фуэнтес и Мекко, снова капе возле Марата де Тахунья, Мадрид и выжженная деревня Игрис. В Советском Союзе я раза два или три видел мате-залку, но мы здоровались и все, а общих друзей у нас не было. Мате-залку я не знал. Встречил и полюбил генерала Лукача, венгра, защищавшего испанский народ, писателя, променявшего письменный стол на поле боя. Конечно, когда я беседовал с Лукачем, я видел мате-залку, хотя он много в жизни провоевал, он не стал военным. Его подход к людям был продиктован участливостью, пониманием писателя, который знает, куда лучше клубки страстей, нежели квадраты карты. Я перечитал его роман до Берда, видно, что у залки был настоящий дар, но его жизнь сложилось так, что в литературе он до конца чувствовал себя неуверенным дебютантом. Ему не было и 18 лет, когда он выпустил книжицу рассказов, а отец готовил его для другой карьеры. До срока отдал в армию. Молодой Мате попал в военную школу, потом на фронт. В 1916 году он оказался в плену. Послали его в лагерь в далекий Хабаровск. После Октябрьской революции он составил отряд из бывших военнопленных и сражался на Дальнем Востоке за советскую власть. Воевал на Урале, на Украине, принял участие в освобождении Киева, в 1920 году участвовал в штурме Перекопа. Кончилась война, но Залко продолжал жить бурно, служил в продотрядах, писал агитационные рассказы, сблизился и подружился с Формановым, ходил на собрания раповцев. Только в 30-е годы он всерьез задумался над своей писательской работой и роман Додердо кончил за несколько недель до отъезда в Испанию. Залко родился писателем. Войны навязывала эпоха, а место в строю подсказывала совесть. После победы у Гваделлахары и до операции у Марата де Тахунья, ее называли разведкой боем, и она стоила многих жертв, в деревне Фуэнтес, Маттезалко мне говорил, если меня не убьют, напишу лет через пять. До Дердо это все еще доказательство, а теперь и доказывать ни к чему, каждый камень доказывает. Надо только суметь показать человека, какой он на войне, и не сорвать голоса. Я не люблю крика. Когда Залко погиб, ему был сорок один год. Незадолго до смерти, в день своего рождения, он писал, думал о судьбе, о превратностях жизни, о прошедших годах, и остался собой недоволен. Мало сделано, мало успехов, мало достигнуто. Снисходительный к другим он был строг к себе, а на его писательском пути, то и дело оказывались превратности жизни. Валенсия торжественно хоронила прославленного генерала Лукача, только несколько боевых друзей знали, что прощаются с мотезалкой, с писателем, не написавшим той большой книги, о которой он мечтал. Веселый, общительный, он любил тишину, чуть ли не всю жизнь слышал пальбу, спал, как он говорил, держа ухо на земле, а умел услышать биение человеческого сердца. Он громко жил, но говорил тихо. Может быть, писательский дар помогал ему понять солдата. Его все любили, а командовал он людьми, у которых не было не только общего языка, на порой и общих идей. В частях, находившихся под его командованием, были польские шахтеры, итальянские эмигранты, коммунисты, социалисты, республиканцы, рабочие из красных предместьей Парижа и французские антифашисты всех оттенков, виленские евреи, испанцы, ветераны Первой мировой войны, зеленые подростки. Я ездил в штаб 12-й бригады и с Хемингуэем, и с Савичем, и один. Почему-то все мы любили бывать у Лукача, у его боевых друзей. Советником бригады был умный и душевный фриц. Я о нем упоминал. Непосредственными помощниками Лукача были двое болгар, порывистый, неуемный Петров Козовский и начальник штаба тихий, скромный Белов Луканов. Помню, у Фуэнтес они раздобыли козленка, и Петров жарил его на сухой вазе. Вошел настоящий пир. Испанский художник, мой давний друг Фернандо Хераси, работал сначала в штабе Залки, потом командовал батальоном. Был я в Мека со Стефой, которая приезжала повидать мужа. Адъютанта Залки Алешу Эйснера я тоже знал по Парижу. Его увезли из России, тогда он был мальчиком. В Париже он писал стихи и произносил страстные коммунистические речи на любом перекрестке. В Испании он ездил на коне, обожал генерала Лукача, заводил литературные разговоры и с восхищением поглядывал на Хемингуэя. В Москву он приехал в скверное время и узнал на себе, что такое культ личности. Отрезанный от мира, он душевно сохранился лучше многих, и в 1955 году я увидел того же энтузиаста. канистаром бригады был Реглер. Он тоже любил поговорить о литературе и все время что-то записывал в тетрадку. Залка смеялся, смотри, он уж обязательно роман напишет и толстый. Среди командиров батальонов помню Яныка, французского социалиста Бернара, храброго и обаятельного Бачарди. Венкр Нибург всегда ходил чуть опираясь на палку. Так он пошел в атаку на следующий день после смерти Лукача и погиб. Раненый Реглер, придя в сознание, сказал, идите к Лукачу, нужно спасти Лукача. От него скрыли, что генерал убит. А два дня спустя среди бойцов я встретил тщедушного еврея, сына галициевского Хасида, путавшего все языки Европы, четыре раза раненого под Мадридом. Он схлипывал, это был человек. В Марата де Тахунья Лукач был мрачен, говорил, это испанское де Бердо. Нужно было прощупать противника, занять сильно укрепленные позиции и на завтра их оставить. Лукач волновался перед наступлением на Уэску, понимал, что вся тяжесть удара ляжет на интербригадовцев. Людей он берег, а себя нет. и погиб оттого, что, торопясь на КП, поехал по обстреливаемой дороге, по которой запрещал ездить другим. Хемингуэй, когда мы возвращались в Мадрид из Фоэнтес, сказал мне, «Я не знаю, какой он писатель, но я его слушаю, гляжу на него и все время улыбаюсь. Замечательный человек». Лукач был веселым, всех умел развеселить, бойцов, крестьян, журналистов. Был у него свой номер, на зубах он выщелкивал различные арии, пел и каких только песен он не знал. Однажды он при мне пошел танцевать с испанскими крестьянками, танцевал лихо и, вернувшись к нам, сказал, «Не забыл, все-таки венгерский гусар». Он любил Венгрию. Как-то сказал, «Мне жалко, что вы не видели пусты». Я здесь часто вспоминаю, Венгрия очень-очень зеленая. Его называли Матвеем Михайловичем. Он долго прожил в Советском Союзе. Там оставил жену, дочку, называл их моим тылом. Любил нашу страну. Рассказывал, как хорошо летом на Полтавщине. Любил русский характер и все же оставался венгром. Сказывалось это и в певучем выговоре слов, и в поэтичности, и в душевной порывистости, которую он старался тщательно скрыть. «Война — ужасная пакость», — это он не раз говорил. Это он не раз говорил. Не было в нем никакого удальства, никакой воинственной позы. Вернувшись в Москву, я прочитал его письма жене дочери. Он писал прямо, как на духу. «Теперь ночь, темно и сыро, на душе слегка неуютно, но на войне бывают неуютные минуты. твое Италино письмо получил сегодня. Хожу праздничный, счастливый. Все спрашивают, что с вами вдруг? Как будто вы навеселе. Ничего, говорю я. Не хочу делиться счастьем ни с кем. Вот какой стал эгоист. В этот день у нас было удивительно тихо. В промежутках, когда людские голоса утихали, среди весенних кустов птичьей пении делалось совершенно нестерпимым. Не знаю, чего больше в таких признаниях честности или мудрости. Я писал, что испанская эпопея была последней волной. Какая-то эпоха на ней кончилась. Я вижу комнату Лоти в Гайларде. Я зашел на минуту по делу. Лоти меня оставил поужинать. Было много народу. Наши военные Гришин Берзин один из тех латышей, которые в первые месяцы революции охраняли Ленина. Григорович Штерн командир танковой части высокий крепкий Павлов Матезалко привлекатели умный Югослав Чопич Янык. Матезалко Мы были веселы смеялись А почему не помню Из этих людей только я остался в живых Залко убил вражеский снаряд А других ни за что ни про что загубили свои В Мекка пока Фернандо разговаривал со Стефой мы с Залко сидели на земле Было уже тепло Все кругом зеленело Залко говорил Вот у Фернандо маленький сын Тито А мою дочку зовут Талочка Кончает школу В общем это глупо звучит как в художественном театре Но это же правда Небо все-таки будет в алмазах Если в это не верить трудно прожить день Матезалко многого тогда не знал как все мы А теперь я думаю с печалью Он был прав И алмазы не глупая выдумка Алмазы будут Только все много дольше и много труднее По библейскому преданию грешные Содом и Гоморра могли бы спастись если бы там нашелся десяток праведников Это верно по отношению ко всем городам и ко всем эпохам Одним из таких праведников был Матезалко генерал Лукач Милый Матвей Михайлович Я знал что наступление которое должно было начаться в районе Брунетте военная тайна и никому об этом не рассказал За неделю до начала боев шофер Аугусто сказал мне Что же ты едешь в Барселону Прозеваешь представление Свояк мне вчера сказал что наш ударит по Брунетте Только смотри это военная тайна Так бывало в Испании всегда Журналисты телефонистки интенданты шоферы передавали по секрету приятелям о готовящейся операции Вдруг кого-то судили за шпионаж Болтать однако продолжали Казалось я должен был радоваться Ассоциация писателей над созданием которой я потрудился собирает конгресс в Мадриде как было решено еще перед началом войны Это преподымет испанцев Да и на всех произведет впечатление Впервые писатели соберутся чтобы договориться о защите культуры в трех километрах от фашистских окопов А я признаюсь в душе злился Предстоящие военные операции занимали меня куда больше чем конгресс Несмотря на неудачу боев под Уэской я снова предавался мечтаниям Арагонский фронт далеко там много нестойких частей что ни говори колонны анархистов даже если их называют теперь дивизиями малопригодны для современной войны так говорили военные и я им верил Один автор еще в 1955 году писал в своей книге воспоминаний что наступление на Уэску сорвалось из-за смерти генерала Лукача которого будто бы погубили анархисты и паумовцы Я знал конечно и тогда что Матезалко погиб не по вине анархистов но провал наступления частично объяснял небоеспособностью многих воинских частей Другое дело Мадрид здесь порядок 11-я дивизия Листера интербригадовцы наши танки оглядываясь теперь на прошлое я вижу что первая половина 1937 года была решающей после мартовской победы у Гвадалахара не только мы в Испании но и военные специалисты писавшие в английских или французских газетах считали что армия франка в опасности наше лобовое наступление в Касаделькампо не удалось Италия Германия продолжали подбрасывать людей и технику разыгралась междоусобная война в Каталонии Кабальера носился с планом наступления на южном фронте бои за Пеньярою вначале всех обнадежили но вскоре фашистам удалось восстановить положение военные говорили что напрасно было рассчитывать на южный фронт там мало сил плохие коммуникации сменилось правительство был принят план наступления на Уэску месяц спустя командование решило прорвать вражеский фронт в районе Брунетте всякий раз первые дни приносили успехи республиканцам но Франко быстро подтягивал резервы немецкая авиация куда более многочисленная чем наша бомбила дороги и очередное наступление выдыхалось я ехал в Барселону чтобы встретить делегацию советских писателей и думал о предстоящих боях за Брунетте Кольцов мне сказал вы должны теперь думать только о Конгрессе вы в секретариате в общем все это затеяли вы а с меня хватит советской делегации я ответил хорошо и все-таки мало думал о Конгрессе до Барселоны мне не пришлось доехать неподалеку от Валенсии в курортном местечке Бени Карло на берегу моря я увидел в ресторане многих делегатов они ели уху Ставский вытирал салфеткой лицо и жаловался жарище умереть можно а уха знаете у нас лучше судя по газетам того времени Конгресс удался конечно крупных имен было меньше чем на Конгрессе 1935 года не всех соблазняли бомбы и снаряды многие писатели получив приглашение ответили что обсуждать литературные проблемы в такой обстановке ребячество никому не нужная романтика мешала и полиция разных стран Франс Эленс например хотел приехать но бельгийцы ему не дали паспорта все же в Испании были писатели с именем Антонио Мачадо Андерсон Нексе Алексей Толстой Жюльен Бенда Малеро Людвиг Рен Шамсон Анна Зегерс Спендер Гильен Фадеев Драгамин и многие другие кто-то шутя назвал Конгресс бродячим цирком мы начали в Валенсии 4 июля выступали в Мадриде снова в Валенсии в Барселоне окончили в Париже две недели спустя состав участников менялся в Валенсии выступал Альварес Дель Вайо он был и на Конгрессе в Париже в 1935 году как эмигрант но будучи министром не смог поехать с нами дальше Людвиг Рен появился только в Мадриде он командовал частью и остался на фронте в Париже выступали Генрих Ман Арагон Хиллс Павло Меруда кажется имелся порядок дня но никто о нем не думал характер выступлений менялся в зависимости от обстановки в Мадриде под обстрелом Конгресс напоминал митинг а пестрые его участники на улицах города храбрившиеся но не обстрелянные производили впечатление знатных гостей делегации английских парламентариев или американских квакеров в Валенсии где находилось правительство все было торжественно нас приветствовал писатель Мануэль Асанья он же президент Испанской Республики устроили банкет с тостами минутами казалось что никакой войны нет а собрался очередной съезд пен-клубов в Барселоне на эстраде сидел Компанис а Микитенко рассказывал о расцвете национальной культуры в социалистическом обществе в Париже сняли театр Сен-Мартен народу пришло очень много кричали долой невмешательство но того подъема который мы видели на конгрессе в 1935 году больше не было народный фронт трещал многие из левых интеллигентов хотя они и кричали с другими долой невмешательство слушая рассказы о Мадриде о Гернике про себя думали все-таки хорошо что у нас мир до Мюнхена было уже недалеко речей было много мне запомнилось выступление Хосе Бергамина очень худого носатого с темными печальными глазами я теперь взял газету где цитировал его речь слово хрупко испанский народ называет одуванчик цветок жизнь которого зависит от вздоха человеческим словом хрупкость человеческих слов бесспорна слово не только сырье над которым мы работаем это наша связь с миром это утверждение нашего одиночества и вместе с тем отрицание нашей объединенности Лопе де Вега сказал кровь кричит о правде в немых книгах кровь кричит в нашем бессмертном Дон Кихоте это вечное утверждение жизни против смерти вот почему испанский народ верный гуманистическим традициям принял этот бой теперь я понимаю почему меня взволновали слова Бергамина он выразил то о чем я смутно думал пересекая Ла-Манчо было много и других хороших речей если они мне не запомнились то виноваты в этом не ораторы в жизни я часто выступал против сентенций древних римлян среди оружия музы молчат мне не нравилось и не нравится мораль этого изречения так как ее обычно толкуют когда на дворе буря поэту лучше помолчать и выждать но сейчас я спрашиваю себя не понимали ли древние римляне этих слов иначе у них был богатый опыт то и дело они воевали может быть они просто подметили что голос поэта не покрывает шума войны хотя в те времена не было не только атомных бомб но и мушкетов летом 1937 года в Мадриде речи писателей как-то не звучали восхищались мы другим пришли бойцы принесли трофеи знамя фашистского полка только что захваченные в боях у Брунеты привезли из госпиталя Реглера он шел опираясь на палку не мог говорить стоя попросил разрешения сесть и зал встал из уважения к ране солдата Реглер говорил нет других проблем композиции кроме проблемы единства в борьбе против фашистов это чувствовали в ту минуту все и писатели и бойцы пришедшие нас приветствовать горячо встречали писателей которые воевали Малеро Людвига Ренна молоденького испанского поэта Апарисио и других наступление многих советских писателей удивили и встревожили испанцев которые мне говорили мы думали что у вас на 20-м году революции генералы с народом оказывается у вас то же самое что у нас я старался успокоить испанцев хотя сам ничего не понимал кажется только Барто говоря о советских детях не вспомнила про Тухачевского и Якира другие повышая голос повторяли что одни враги народа уничтожены другие будут уничтожены я попытался спросить наших делегатов почему они говорят об этом на конгрессе писателей да еще в Мадриде никто мне не ответил а Михаил Ефимович хмыкнул так нужно а вы лучше не спрашивайте фашисты по радио издевались над конгрессом ночью однако они проявили к нему некоторый интерес начали полить из орудий по центру Мадрида почти все делегаты отнеслись к этому спокойно нашлись и такие приехавшие из спокойных стран которые перепугались о них потом рассказывали смешные истории но в общем обстрел был сильным а на войне порой бывает страшно особенность непривычки грохот стоял отчаянный заснуть было невозможно я долго беседовал с Жюльеном Бенда ему тогда было 70 лет но держался он бодро весь день ходил осматривал город позиции а когда ночью начался обстрел сказал мне что он вообще спит мало и не обращал никакого внимания на разрывы он говорил о конгрессе и считал что мы правильно сделали созвав его в Мадриде сейчас главное показать что люди которым дорога культура на линии огня некоторые выступления он критиковал с легкой усмешкой ваши друзья придают чересчур много значения Андрежиду он никогда не скрывал своего презрения к рационализму он последовательно непоследователен вы поверили в его общественную ценность сделали из него апостола а теперь предаете его анафеме это смешно особенно здесь в Мадриде Андрежид птичка которая свела гнездо на ничьей земле стрелять нужно как стреляют фашисты по батареям противника наступление на Брунетто началось 6 июля утром вечером Вишневский отвел меня в сторону давайте поедем в Брунетто возьмем Ставского он просится мы старые солдаты а я для этого и приехал Севолод Витальевич был человеком чрезвычайно эмоциональным чем-то он напоминал хорошего испанского анархиста когда он начинал говорить он сам не знал куда его занесет и чем он кончит он был прекрасным оратором говорил лучше чем писал многие ленинградцами рассказывали что в годы блокады его выступления по радио помогали людям иногда он приводил в ужас нашу аудиторию тех лет люди боялись не только сказать но и услышать что-нибудь идущее дальше положенного а Вишневский войдя в жар не помнил об установках как-то у Таирова рассердившись на меня он выхватил револьвер точь-в-точь как дурути он ругал запад говорил что он матрос простецкий народный и одновременно восхищался Джойсом Пикассо фашистов он ненавидел и помог мне во время германо-советского пакта напечатать в знамени первые части романа падения Парижа я пошел к испанцам они мне рассказали что первый день прошел хорошо заняли брунеты сейчас идут бои за Вильянуэва до Каньяда положение однако неустойчивое брунеты почти в мешке фашисты могут перерезать дорогу во всяком случае делегатов приехавших на конгресс везти туда не стоит пускай лучше поедут на хараму или посмотрят карбанчель вернувшись я сказал Вишневскому ничего не выйдет не советует он совершенно потерял голову кричал а я думал что вы смелый человек я рассердился и ответил что лично я поеду в брунеты мне нужно передать в газету что там происходит у меня есть машина испанцы меня просили не брать с собой писателей приехавших на конгресс но если он настаивает то пожалуйста завтра в пять утра поедем жара в те дни стояла невыносимая я с ужасом вспоминаю ночи в комнате с закрытым черными шторами окном приходилось простаивать час а то и два в душной кабинке и передавать в газету по телефону не слышно по буквам какие ораторы выступили на заседании какие деревушки заняты республиканской армией на солнце тела убитых быстро загорали темнели и Ставский принимал всех мертвых за противников у франкистов на этом секторе были батальоны марокканцев я взял с собой фляжку Ставский и Вишневский сразу выпили воду я уже знал что лучше до захода солнца не пить замучает жажда они действительно страдали и выпрашивали у бойцов глоток воды когда мы шли в Брунете я встретил знакомых командиров из батальона Эдгар Андре они сказали что дорогу сильно простреливают лучше дальше не идти я ответил что нам нужно обязательно в Брунете только не задерживайтесь сказали они фашисты готовятся контратаковать из Брунете фашистов выбили сразу и в домах мы увидели накрытые столы недоконченный обед в помещении фаланги валялись листовки плакаты речи Геббельса переведенные на испанский язык Вишневский собирал трофеи фашистские значки флаги раскиданные документы с печатями просил меня переводить надписи на стенах словом мы замешкались когда мы шли в Вильянуэво Ставский нашел фашистский шлем надел на голову и обязательно захотел чтобы я сфотографировал его и Вишневского мы возвращались назад возле Вильянуэво до Каньяда дорогу сильно обстреливали Ставский крикнул ложитесь я говорил вам как старый солдат Вишневский полз и в восторге вскрикивал ух но этот совсем близко черти пристрелялись когда мы вернулись в Мадрид они стали рассказывать Фадееву как мы замечательно съездили а я пошел передавать отчет в газету за эту экскурсию мне улетело один из наших военных кажется это был Максимов кричал кто вам дал право подвергать наших писателей опасности безобразие я смущенно заметил что я тоже писатель это его не обезоружило вы другое дело вы кольцо въездите по службе а у нас есть указание делегатов окраждать он вдруг переменил тон ну что вы скажете здорово заняли кладбище кихорный там компенсина я там до шести часов был посплю часа три снова поеду мне здесь с Григоровичем нужно поговорить сволочи сейчас звонили бомбят я написал накануне речь для конгресса но решил не выступать и дал листок редактору Мондо Абреро в моей речи не было ничего ни об андражиде ни о том как мы истребляем врагов народа недавно мне прислали номер Мондо Абреро от 8 июля в нем напечатана статья которую я дал газете под заглавием непроизнесенная речь на дне сводка поселок Кихорна окружен нашими войсками дух наших бойцов превосходен некоторые перебежчики указывают что противник подтягивает новые части чтобы сдержать наше продвижение в моей речи есть одна мысль которая мне кажется и теперь правильной мы вступили в эпоху действий кто знает будут ли написаны задуманные многими из нас книги на годы если не на десятилетия культура станет военно-полевой она может прятаться в убежище где рано или поздно ее настигнет смерть она может перейти в наступление годы мало десятилетия может быть преувеличены нам предстояло с того дня как я написал эти строки прожить на поле бой еще восемь лет да и потом настоящего мира не было от хрупких слов как говорил Бергамин писателю трудно отказаться литература застасывает Малеро уже весной кончил воевать не было больше самолетов он начал писать роман о беспанской войне надежда в Испании на фронтах стояло затишье Людвига Ренна послали в Соединенные Штаты в Канаду на Кубу он выступал с докладами о беспанской войне Реглер делал то же самое в Южной Америке Малеро собирал в Америке деньги для испанцев Кольцов осенью вернулся в Москву и взялся за книгу испанский дневник конгресс кончился я уехал из Парижа на юг Франции в маленькую деревушку там было тихо порой даже слишком тихо зеленели поля табака и медленно сочилась река лот я написал повесть об испанской войне вернее назвать эту книгу записями о событиях и людях один из героев повести немецкий эмигрант Вайтер едет в Испанию чтобы сражаться против фашистов в окно вагона видно море хорошо здесь думает он камни рыбацкие сети виноградники тишина что человеку надо здоров много надо очень много еще туннель вот и война повесть я назвал что человеку надо это мысли героя и автора между тишиной мирной жизни и начавшейся надолго войной я мог оторваться на несколько месяцев от жизни военного корреспондента но уйти от войны я больше не мог есть полевые бинокли полевая почта полевые госпитали мое поколение получило в подарок долгие полевые годы